Дорогие друзья, я очень рада, что вы сегодня все здесь собрались. В Архангельске у нас знаменательная встреча. Целый год мы ждали Андрея Ивашко с семинаром в Бухтлице. Мы собирались еще в марте прошлого года. С марта ехал целый год. Уже приехал в Москву жить. И вот, наконец, наша радость и здесь свершилась. Мы сегодня собрались на встречу. Эта встреча нет возможности. Понимаете, Архангельск готов. Приветствую всех. Действительно, как я сказала, Наталья собиралась к вам приехать достаточно давно. Все никак не складывалось. Все должно быть своевременно, все должно быть уместно. И, видимо, свыше распорядились акции, приехала к вам только сейчас. Мне приятно, что был такой подклик и был запрос, что Наталья постоянно акцентировала внимание, постоянно напоминала. Не забывай про Архангельск. Да, и, конечно, как же ты забудешь про Архангельск. Тем более, у вас 29-й автомобильный регион, а мне 29 лет. В общем, мистика чисел включается уже. Я рад приветствовать вас. И, действительно, я у вас впервые. Город у вас необычный. Но по каким бы городам ни ездил, в каких бы местностях ни оказывался, местных, как здесь, как это раньше называли, везде своя специфика. И пока что я не готов к вам поделиться, сказать, какая специфика вашего города, но надеюсь, что к исходу моего пребывания здесь в Архангельске смогу, может быть, что-то сказать по этому поводу в сравнении с другими городами, на энергетическом уровне, на уровне славянского мира, на уровне идей, образов, на уровне проработанности международного мира и духовных чаянных стремлений здесь. Пока что не готов ответить, поймите правильно, только вчера приехал. Хотя такое ощущение, что у вас здесь я уже достаточно долго. Мне хотелось бы поговорить с вами сегодня вот на такую тему, поскольку завтра у нас с вами будет семинар по Буховице, что это, конечно, очень важная и сокровенная тема, и глубинная, стратегическая. И люди сегодня к Буховице тянутся, но они не могут внутренне дать себе ответ на вопрос, зачем она нужна. Они понимают, что тут очень много всего есть. И здесь это задело на будущее, и задело достаточно серьезное. Но зачем вот Дугла понимания особо нет? До конца нет. То есть люди идут по своему порыву, по своему посылу. И мы по этому поводу с вами переговорим. Завтра более обстоятельно мы разберем, что дает Дугла, какие возможности она открывает. И на уровне духовного роста личности, и на уровне роста духовного эволюционного отношения рода, и на уровне народа, в целом, народа и расы. А сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о славянском мире. Что это такое, и какова его роль. Мы начнем с этого, а потом перейдем к вашему вопросу. Хорошо, потому что это один из центральных вопросов. Что такое славянский мир? Я думаю, вы слышали про такое словосочетание, славянский мир, и здесь необходимо сразу пояснить. Славянский мир используется в двух значениях. В двух разных кругах понятия славянский мир используют в двух значениях. Отсюда и возникла своя роль в духовице. Вы знаете, когда есть два элемента, когда в одно и то же словосочетание вкладываются два разных образа, очень легко создать антагонизм. Особенно для людей, которые стоят на уровне одномерного, дуального мышления. Когда мы в сознании дуальны, хорошо, плохо, они принимают одну сторону и начинают становиться конвером другим судьбеем. Славянский мир используется в двух значениях. Первое – это широкое и политическое, и второе – это узкое и духовное. В широком политическом смысле слова славянский мир обозначает политический вектор всех славянских государств на мировой арене. Чаще всего он затрагивает в область взаимоотношений, если взять политический мир, политическую среду, то это взаимоотношения Россия-Беларусь-Сербия. Вот примерно на этом уровне, потому что они идут примерно в одном таком ключе. Но славянский мир – это содружество, политическое содружество славянских государств, это политический термин. Это в широком смысле слова. Мы с вами взаимодействуем, в всяком случае, в рамках нашего с вами взаимодействия, мы используем данный термин не в широком, в политическом смысле слова, в котором сейчас вы возвращаетесь, а в узком. В узком смысле слова славянский мир – это идейно-духовная общность русских людей, как бы частность от русского мира, а русский мир – это новый видов русско-национальной идеи, но это частность от русского мира, который в своих духовных устремлениях ориентируется на опыт предков в единической эпохи, то есть на допристианскую духовную культуру. Поэтому в одном случае, в широком смысле, славянский мир – более широкое понятие, чем русский. Это в политическом, в широком ключе. А в духовном, в узком смысле, славянский мир – это частность от русского мира. Поняли, в чем разница? Ничего сложного. Но в этот момент учитывайте, как только кто-то начинает говорить про славянский мир, сразу смотрите, что он имеет в виду. Потому что некоторые под понятием «славянский мир» вкладывают в это широкий смысл слова, то есть политику, а некоторые – узкий смысл слова, то есть духовное, нравственное устремление. Мы с вами взаимодействуем не в рамках политического вектора, сразу хочу озвучить свою позицию «я человек аполитичный», и в политику не влажу, и влазить не намерен. Мы с вами взаимодействуем только в рамках духовного устремления человека, то есть в рамках эволюционного, качественного эволюционного изменения человека. Вы все знаете, что наступает эпоха Волка. Вернее, она уже наступила, и то, что сейчас в процессе колыхания осуществляется, это и есть чистка, которая осуществляет эпоха Волка. Что нас представляет квинтэссенция, суть эпохи Волка? Суть эпохи Волка сводится к простой проблеме. Качественное изменение человека как вида. Попробуйте меня услышать, друзья. Качественное изменение человека как вида. Что это за изменение? Человеку нужно стать лучше. Простое, казалось бы, утверждение, тем более, что человечество на протяжении всей своей владимой истории вроде бы стремится к этому. Но здесь нужно поставить определенные фитерии. Эти изменения осуществляются по трем основным составляющим. По этим трем составляющим вы можете отслеживать и свою собственную эволюцию. Самый первый параметр – это уровень Божественного Света. Уровень Божественного Света, который есть внутри каждого человека, каждого живого существа. Сюда входят этическо-нравственные категории, сюда входит любовь, сюда входит раскрытие сердца, сюда входит очень много... Знаете, когда говоришь, что человек светлячок, человек солнца, когда он светит, сияет. Это первый параметр – светлее. Когда человек раскрывает сердце, когда он становится более светлым, то есть насыщается потоком Божественного Света, или, как говорят, старая вера, то, когда человек насыщается этим потоком Божественного Света, ему раскрывается мудрость. Не бывает черстого мудреца. Мудреца, злого мудреца быть не может. Славянский иудическое наследие – это, в первую очередь, мудрость. А мудрость раскрывается через раскрытое сердце. Потому первый шаг – это раскрытие сердца. Второй шаг – благодаря раскрытию сердца, благодаря тому, что человек стал светлее, он становится мудрее. В чем проявляется мудрость, друзья? Мудрость проявляется в способности правильно найти применение своего потенциала. То есть мудрость проявляется на этапе цели и полагания. Если человек, допустим, мудрый, но не сильный, он может поставить правильные цели, но, допустим, не сможет ее достичь. Но это гораздо лучше, чем наоборот. Когда у него силы есть – многое, а мудрости нет. В народе это называется дурь. То есть когда потенциал большой, энергетический, он прямо распирает человека, а мудрости не хватает. Вот эта категория наиболее уязвима для манипуляции сознания. Что сегодня в условиях политического противостояния очень актуальна. И информационные технологии по манипуляции сознания за последние несколько лет качественно, не хочется применять слово «революционировать», но, скажем так, усовершенствовались. И в итоге сейчас зомбирующие технологии используются более мощными, более крупнокалиберными. И вот эта категория «сильные, но не мудрые люди» является зоной риска для общества. Почему? Потому что они могут стать пешками в чужих руках. Разменные монеты, картой, которая рано или поздно, насколько бы крупной она ни была, даже если это козырный туз в колоде шуберов, которые пытаются переиграть друг друга нечестным путем, рано или поздно даже козырный туз идет во дворе. И в этом плане те, кто включаются в политику, искренне не могут понять, что они не игроки, что они карты в руках, в петрахах. А карты рано или поздно сливаются в работе. Это что касается мудрости, друзья. Мудрость помогает правильно поставить цели. Пусть у человека маленький потенциал, например, но благодаря мудрости он найдет правильное применение этого потенциала, благодаря чему этот потенциал реализует. И при этом, достигнув поставленных целей, светлых, мудрых целей, он сможет этот потенциал еще и нарастить, еще и на работу. То есть он реализовал то, что было, и ему пришел потенциал еще больше. Потому что он правильно нашел ему применение. Если человек с потенциалом клипа находит ему применение, то в таком случае у него этот потенциал изымается. Как, например, изымаются сверхспособности у человека, который клипа использовал. Что демонстрировали, в том числе и некоторые экстрасенсы 90-х годов, когда все это шло методом проб и ошибок. Многие из них перегорели и лишились сверхспособности, в связи с того, что где-то в чем-то не доработали. То есть сила была, а вот мудрости не хватило. Опять же, не в осуждение, а в благодарность. Почему в благодарность? Потому что анализируя опыт экстрасенсов 90-х годов, можно многому научиться на их ошибках. Благодаря их ошибкам следующие поколения, мистиков, магов, оккультистов, экстрасенсов, волшебников, как угодно называйте, они уже не допускают этих ошибок. Потому что анализируют опыт магов предыдущего поколения. Итак, первая ступень светлее, вторая ступень мудрее, и третья ступень, только лишь третья ступень, сильнее. Это увеличение дееспособности человека в жизни. Вы обращали внимание, друзья, что сегодня скорость материализации мыслей увеличилась. Настолько ярко, настолько стремительно. С чем это связано? Дело в том, что мир мыслей, или как говорят сегодня в магическом сообществе, ментальный план, и материальный мир, мир материи, они сделали шаг навстречу друг к другу. Материя стала менее плотной, она стала разъезжаться. Это такой момент, который я сильно не опишу. Но с другой стороны, ему трудно и проверить, без лабораторных условий. Но расстояние, можно сказать, дистанция между миром мыслей и миром грубой материи сократилась. За счет этого мысли стали более оказывать куда большее управляющее воздействие на окружающий мир, на событийность в жизни каждого человека, чем было еще, скажем, 10 лет назад. И это ощутимо. Я уверен, вы все с этим сталкивались. Абсолютно все, без исключения. Может быть, не придавали внимания. Может быть, не обращали на это внимания. Ну, такой был. Если не обращали внимания, обратите. Увидите, что даже ваши мысли модернизации достаточно большие стоят. Таким образом, эволюционный пункт человека состоит из трех ступеней. Светлее, мудрее, сильнее. Если нарушить эти последователи, то в таком случае, во-первых, человек не сможет стать мудрее без светлея. Не получится мудрость обрести с закрытым сердцем. Объективно не получится. А для того, чтобы раскрыть в себе свет, необходимо чистить свое внутреннее пространство. Постоянно прорабатывать свой внутренний мир, свой подсознательный план. Что такое подсознательное? Что такое подсознание? Это хранилище, если хотите, софта, программного обеспечения, психопрограммного, ментального, психозаклавного, как это еще называют. Можно сказать, что подсознание это аппаратное, где хранятся всевозможные ментальные изменения. Подавляюще большую часть уставного деструктивного. Ни хорошо, ни плохо. Это, поймите правильно, это мне не надо сразу искать активу, это, который я хочу заложить. Нет, это урок, который надо пройти. Человеку нужно погрузиться в свое внутреннее Я и проработать там, трансформировать в свет все вот эти блоки, все эти преграды, все эти барьеры, все эти психозаклавы, ментальные усилия, психопрограммы, граммы, которые сегодня называют. И только лишь трансформировав там все это внутри, человек открывается этому божественному свету. Можно сказать и иначе, что такое эпоха Болга. Есть такое суждение, которое во многом случае забавное, но оно очень здорово помогает понять суть происходящих процессов. Люди – это заболевшие боги, которые собрали в лазарет, для того, чтобы они не заразили мир Болга. Вот люди – это боги, которые заболели. Когда человек болеет, от него, вы знаете, даже Бог Зотова он ходит на больничный, то есть работодатель не требует с него как здорового работника. У него есть больничный, он должен пройти какой-то период уменьшенной, урезанной дееспособности для того, чтобы восстановиться. Вот точно так же и мы с вами. Разница между богами и людьми – это болезнь. Болезнь, которая фактически может сказать, что это эпидемия. Эпидемия в мире богов привела к созданию людей. Так, это аллегория. Как еще, чтобы вы понимали, услышьте меня, это аллегория. И для того, чтобы эта болезнь не распространилась, заболевших богов собрали под куполом, в лазарет, в карантин. Этот карантин длится уже на протяжении 13 тысяч лет. На протяжении 13 тысяч лет со времен гибели Фаты, гибели Аплани, Аплатида, человечество находится в состоянии вот этого карантина. И это здорово, потому что есть возможность проработать только болезнь, у которой люди зародились. Это болезнь фактически университета, которая рубит человека по всем дрем вот этим составляющим. Это у нас уменьшение дееспособности. Человек по сравнению с богами крайне недееспособен сегодня из-за этих болезней. Второе, у него невежество вместо мудрости. И третье, у него чертвость и озлобленность вместо божественного света. Соответственно, эпоха Болка это исцеление заболевших богов, то есть людей. И именно исцеление от этих всех составляющих, от этих всех наносных, вот этого, если хотите, недуга. А недуг это, в украинском языке, это недуже, то есть не очень. Недуг это то, что не очень не ценят по сравнению с эталонным образом своим. И вот этот недуг должен быть исцелен. Поэтому вот этот вот переход, который мы называем переходом от эпохи лесы как бог и волка, это и есть исцеление. Соответственно, люди по своим характеристикам в конце этого перехода, по характеристику света, мудрости и силы приблизятся к миру богов. Я хочу, чтобы вы понимали, речь идет не просто про возрождение русской культуры, например, или традиции. Это это маленькая частность того процесса, который сейчас происходит. Люди психически не осознают всех масштабов тех изменений, которые человечеству предстоит пройти. Знаете, есть такие духовные существа вселенной, духи. Их существует множество самых разных. Ну, каких духов мы знаем. Ну, например, домовые, греши, памятники. Все духи, все духовные существа делятся условно на три категории. Первое, это те, кто более низкочастотные, чем люди, условно-деминические существа. Всякие лярные, мелкие, подселенцы. Они вибрируют на очень грубых частотах и соприкосновения с ними вызывают человеком скомфорт. Есть духовные существа, вторая категория, это те, которые в гробе с человеком вибрируют. Это духи стихий. Домовые, леши, подвеки, вот как раз русская духовная культура, она в основном заточена на работу именно с теми и стихий, которые вровень с человеком вибрируют по частоте вибраций. Есть более высокочастотные духовные существа, в славянском мире представлены легами, это родовой ангел, а вообще в разных духовных причинах они представлены ангел. Ангелы более высокочастотные духовные существа. Так вот, человек на нынешнем своем эволюционном уровне вибрирует примерно в один ровень с духом и стихий. После завершения великого перевода по частоте вы можете осознать, насколько масштабный процесс сейчас включился. Человечеству предстоит пройти настолько серьезный путь очищения и проработки внутреннего мира, что человечество должно приблизиться к состоянию ангелов. Можно сказать, что людям предстоит в конце этого великого перехода стать ангелами по плотинам. Сравните то, что есть сейчас с тем, что сейчас было озвучено. И вы получите примерный масштаб. работ и примерный масштаб того пути, который нужно пройти. Естественно, что действует правило, чем длиннее путь, тем медленнее нужно идти. Ну, например, сравните 100 метровка и марафонская дистанция. Как думают спортсмены? На 100 метровку там сразу по шелчку и помчался на полной скорости. А здесь на марафонской дистанции сразу едва-едва чуть-чуть быстрее шагов. Правильно? Нам торопиться некуда. Впереди огромный путь. Действительно, путь, который едва ли нужен даже психически, даже самый продвинутый человек, едва ли психически может осознать все его масштабы, всю его глубину, всю его продолжительность. Но, тем не менее, это необходимо сделать, это необходимо осознать и включиться в этот процесс. Потому что те, кто включаются в этот процесс, они проторивают дорожку, по которой затем будут идти потом. Наши поколения, которые представлены в том числе и здесь, задача наших поколений, трех, четырех, пяти, тех поколений, которые сейчас живут, сделать определенный, проторить дорожку и наработать определенный опыт. Этот опыт передать дальше, так, чтобы уже наши потомки стартовали каждый раз в более высоких позициях энергетических. Фактически все сводится к одной простой характеристике. Что есть содержательная часть нашего мира, энергии и информации. Они являются двумя сторонами медали одного и того же процесса. Энергия и информация нельзя сказать, что это одно и то же. Точно так же энергия и информация. Это не одно и то же, но они являются частью общего процесса. Так вот, энергия и информация это и есть содержательная часть всего нашего мира и любого абсолютного процесса. Очень точное слово информация передает свой образ в английском языке. Информация. In это форме содержание. Что у нас в форме содержания? Информация это содержательная часть любого явления, любого процесса. А когда эта информация начинает двигаться в каком-то направлении, либо придаем информации вектор движения, то этот вектор становится уже не только информационным, но и энергетическим. Энергия это информация в динамике. Это как-нибудь мы с вами сможем пообщаться более подробно в другом семинарском занятии по энергоинформационной безопасности. С другой стороны вышла книга, где это все можно прочитать. И специально был выложен на свободный доступ семинар по энергоинформационной безопасности в Челябинске. Летон записанный. Поэтому, если есть желание, более подробно вы сможете это посмотреть. На ютубе в свободном доступе есть. Энергоинформационная безопасность специально выкладывалась, чтобы люди могли обладать этим направлением самостоятельно, без моего участия. Так вот, есть содержательная часть нашего мира, все есть энергия и информация. И вот смотрите, в чем смысл, вот то, что сейчас мы с вами проговорили. Это качественное изменение человека как вегата, это выздоровление человека как вегата. То же самое на уровне энергии. Что это? Этот же самый процесс. Это повышение качества энергетического излучения человека. Вот это суть. То есть человек вибрирует сейчас на определенном диапазоне энергетическом, но из полусмоса идут достаточно мощные энергии. Эти энергии высокочастотные. Они выжигают любой негатив, который есть. И вот этот негатив материализуется через жизненные обстоятельства. Почему сейчас, я уверен, что у большинства здесь присутствующих, есть какие-то тревожные моменты, которые связаны у вас в жизни. У кого-то может быть в личном плане, у кого-то по здоровью, у кого-то в финансовом, у кого-то на линии взаимоотношений с друзьями, у кого-то на линии психоэмоционального контроля. То есть у каждого в своей сфере, но сейчас идет общий такой вот вибрирующий фон. Почему так происходит? А это происходит потому, что энергии выжигают негатив и идет ускоренный процесс обработки. Негатив – это низкочастотный энергоинформационный заряд, энергетический заряд, который имеет свою информационную наполненность. Эта информационная наполненность, как правило, тянется с предыдущих воплощений. И именно она мешает человеку поднять частоту своих вибраций с того уровня, который есть сейчас, до уровня, скажем так, до уровня ангелов. Или, как в славянской духовной культуре, как старая гляда, называют лебом. Почему так? Это есть ограничивающий, сковывающий фактор. И для того, чтобы этот сковывающий фактор упразднить, его необходимо проработать. Не зарубить, не задавить, не сделать вид, что его нет, а проработать, трансформировать, преобразовать, преображение. Поэтому сейчас идут вот эти огненные энергии. Эти огненные энергии ведомо называются всесокрушающие огонь возмездия. Вот этот, вот у нас случится, может быть, немножко зловеще, но, тем не менее, он пережигает любой негатив. И благодаря, если человек занимается серьезной духовной работой, то он может этот негатив пережечь с помощью своей духовной работы. И, пережигая этот негатив, он начинает вибрировать на более высокую вторую частоту. Тем самым, реализуя вот этот вектор закономерных объединений, встраиваясь вот в эту глобальную, глобальную тенденцию. Эта глобальная тенденция у нас в нашем круге называется как слисуаром. Ну, это называют эроводолеи, это называют квантовый скачок, это все одно и то же. Просто разные словесные конструкции, разные словесные определения. А у нас в данном случае речь идет именно о векторе. Вектор это тенденция. Глобальная тенденция сегодня это тенденция повышения частоты вибраций. Всех живых существ, которые проживают на Земле, но поскольку мы с вами люди, то в первую очередь речь идет именно о людях, всех видов. Соответственно, мы теперь можем примерно понимать, с кем нам по пути. По пути нам, со всеми теми духовными учениями и течениями, которые способствуют повышению частоты вибраций в человеке. Неважно, славянские или неславянские, авторские, народные или какие-нибудь еще, неважного параметра. Если это учение помогает человеку стать лучше, то в таком случае лучше на энергетическом уровне. Значит, это все. Парадокс в том, что не все высокочастотное является славянским. И не все славянским является высокочастотным. И вот как раз вот здесь, вот славянский мир, мы сейчас поговорим о том, что это такое. Но здесь славянский мир подошел к определенному... Не то чтобы кризису, кризис был, кризис миновал после 12-го года, а там скорее другой процесс. Это был кризис, связанный с потерей управления, скажем так, в славянском мире. А сейчас скорее внутренний кризис. Чему отдать предпочтение? Когда есть что-то высокочастотное за пределами славянского мира, и есть что-то низкочастотное в пределах славянского мира. А человеку хочется духовно расти на патриотических позициях, основываясь на знаниях, предпочтениях. И в итоге у него внутренний конфликт. Есть что-то высокочастотное, соприкасаясь с чем человек повышает частоту вибрации, но это за пределами славянства. А когда он погружается в славянство, то не все в славянстве так ладно, как хотелось бы. И вот теперь подходим к тому, что же собой представляет славянский мир. Славянский мир, мы уже проговорили, это идея на духовную мощность людей по духовным устремлениям. По духовным устремлениям качественно изменить себя с опорой на этот предел. Это действительно так. Существует несколько духовных течений в славянском мире. Существует достаточно много авторов, книг, видеоматериалов. И многое из этого является действительно высокочастотным знанием. Что-то является откровенной спекуляцией. Но, естественно, друзья, поймите правильно, без имен и без названий течений. Включайте свои светлые головы самостоятельно. Но помните, что славянский мир – это частность от духовного вектора вообще. Можно сказать, что это проявление глобальной вот этой тенденции повышения качества вибраций на русской национальной почве. Здесь и сейчас, в нашей учреждении. Поэтому славянский мир неизбежно пойдет, и он уже идет на сближение с другими духовными учреждениями, которые не имеют славянского национального самобытного элемента. Но тоже помогают людям стать светлее, мудрее, сильнее. И происходит энергоинформационный обмен между этими разными духовными течениями. Яркий пример такого сотрудничества, которое показывает с тот же самый славянским мир, это взаимодействие между славянами и вайшнавами. Пишнэй. Понятно, что отношение к этому духовному течению может быть у каждого свое, но, тем не менее, вся система жизни у них построена на достаточно высокочастотной основе. И в некотором смысле, в некоторых вайшнавах по частоте и вибрациям гораздо более высокие, более чистые, чем у одни славянских. То есть я показываю, друзья, что я хочу, чтобы вы все понимали, что все не так однозначно, что славянское – это самое хорошее, а вот все, что не славянское – это детское какое-то. Это очень грубая позиция, она топорная, потому что она не учитывает множество тонких грани. Поэтому славянский мир – это общность людей по вектору стремления. Те, кто стремятся стать светлее, мудрее и сильнее, но с опорой на юридические знания. И вот здесь славянский мир сталкивается с очень интересным первым вопросом. Откуда че позднее? В славянском мире есть две основные, как вас и на юридар. Два основных течения. Сейчас разница между ними скрасилась, она не так ярко выражена, как была еще 5-7 лет назад, но, тем не менее, это разделение по-прежнему существует. Первое – это реконструкторское направление. Эти знания, условно, равноверческие. Равноверческое, неуязычное такое течение. Что делают эти люди? Они берут все, что осталось под русской духовной культурой, под русской традицией, реконструируют по древним источникам. Настолько древним, насколько получается. Этнографические, лингвистические, исторические, культурологические, языковые. Они берут различные проявления наследия и извлекают от этого информацию. Ну, например, нашли описание в повести временных лет, что у перуна, ну, слава, идола перуна, которого скинули в Днепр, что у него были золотые русы. И, соответственно, ага, все, вот она информация. Соответственно, эмиры перуна начали делать с русами, такими ярко выраженными русами, начали раскрашивать их желтый цвет. Почему? Это научно-историческая реконструкция. Причем так же, когда косоворотки, рубахи, например, забирают, и, ага, вот это традиционный покрой. Все, вот именно с традиционной точки зрения, следование традиции во главе угла. Собирают традиционные песни, пляски, хороводы, танцы и все остальное. Это первое, такое глобальное течение в славянском мире. Оно было изначально, славянский мир с него и стартовал. Это научно-историческая реконструкция, дополненная личными духовными изысканиями реконструкторов. Честь и хвала им, потому что они смогли собрать и упорядочить ту часть наследия, которая сохранилась в различных разродненных источниках разных научных и духовных учений, в частности, в христианской и духовной культуре. Несмотря на антагонизм христианства со славянством, со старой верой, христианство очень много в себя впитало, самобытных элементов из старой веры. И поэтому само христианство, парадокс, но стремясь даже уничтожить старую веру, христианство само впитало в себя некоторые наработки, до нас эту старую веру донесло, пусть было христианское вероятное. Второе течение, которое стартовало в конце 90-х, начале 2000-х годов, кардинально отличалось от предыдущих. Это знания, которые вышли от хранителей. И вот эти знания, они не попадали в резонанс с теми наработками, которые уже были наработаны в двух сторонах научно-исторической реконструкции. Ну, посудите сами. В научно-исторической реконструкции какие образы? Это определенный ареал рыцарей. Это славянские племена, древляне, поляне, славяне. Это луки, стрелы. Это князь Святослав, который победил Хазарию. Это событийность примерно 2000 лет. Это Белесова книга. Ну, и плюс попытки ее там древних, ну, максимум, там, 20 тысяч лет. Это когда, в принципе, те же самые 2000 лет, только мифологизированные и растягиваются на глазах тысячи лет. И событийность охватывает примерно весь ареал до европейской части России. Ну, европейская часть России и Украина, и Белоруссия, и частично больше. И тут выходит знание хранителей. Сами можете оценить, какая большая разница. Здесь уже на исторической памяти сотни миллионов лет. Здесь событийность охватывает не только Землю, нашу Землю, но и событийность, события на других землях, в других созвездиях, в чертовах. Взаимоотношения между созвездиями. Помните, великая раса, древняя раса, на ингарх земле, на чертовой расе. Урай земля. Когда описывается событийность уже не только на Земле. Ладно там, европейская часть России, но только на Земле, но и даже за пределами системы ее отсутствия. Событийность охватывает нулевые лет. И образы врата Междумирья, Вайтманы, путешествия на космических кораблях, телепортация Сигани и так далее. Антлайн, тут же Атлантида, тут идет много лун. То есть, эта информация совершенно другого порядка. И она близка к эзотерике. То есть, с одной стороны, у нас вектор научно-реконструкторский. То есть, реконструирование культурно-крадиционного элемента. А с другой стороны, чисто эзотерический. То есть, эзотерический класс достаточно мощный, глубинный. Но частично он дублируется в других эзотерических получениях. А частично принципиально много. Как, например, Сварожий круг, Арийский круг, Олегчий, слава богу, та же губ, коруна, ну и много других. Эти два течения изначально были в контрах между собой. Это понятно. Это обусловно. Сейчас, слава богу, вот эту конфронтацию удалось преодолеть. И во всяком случае, сейчас уже нету ярко выраженной этой конфронтации, такой, которая была еще 7 лет назад. То есть, она была, поймите правильно, речь идет не про какую-то конкретно серьезную конфронтацию, а скорее просто про поливание грязи друг друга за глаза в интернет-пространстве. В режиме диванных поясов. Это очень по множеству, с точки зрения действия для славянского мира. Но это, вот этот невежественный порог, конфликт, удалось преодолеть в целом. Это поступение уже, в принципе, достаточно пройдено. Вы можете посмотреть, где это проанализировали в интернете информацию, о том, что сейчас уже это не настолько ярко проявлено, как было когда-то. Вот этот антагонизм между старой верой и родной верой. Это преодолели. И сейчас разворачиваются совсем другие процессы. Как вы думаете, друзья, все ли силы, которые есть в мироздании, будут заинтересованы в том, чтобы люди повысили частоту своих вибраций? Нет. Совершенно верно. Нет. То есть, в любом случае, надо быть готовым, что будет какая-то сила эволюционного сопротивления, сила эволюционного противодействия, которая не будет заинтересована в том, чтобы люди стали лучше. Почему? Дело в том, что эти силы не заинтересованы в том, чтобы самим становиться лучше. И поэтому они, естественно, будут стремиться людей удержать на том же уровне, или замедлить их эволюционный рост. Как это будет делаться? Это делается простым способом. Необходимо вбрасывать какие-то образы, которые низкочастотные, воряясь в которых человек понижает частоту своих вибраций, и тем самым тормозит процесс духовного роста. Своего тормозит этот великий переход, тормозит процесс исцеления. А как сделать так, чтобы эти образы стали близкими для русских людей? Для этого необходимо их облечь у славянского оберта. Знаете, у меня был интересный опыт. Я как-то приобрел книгу одного славянского волхва, не буду говорить какого. Ну, вы знаете, сейчас много людей, которые себя волхвами называют. И читаю это старинное русское гадание. И читаю, и все-то смотрю, что там мне это напоминает. Очень значимое. Что-то где-то это я уже видел. Тут озарила меня мысль, поднимая другую книгу, открываю действительно гадание царя Соломона. Только там оно описано в славянской обертке, в стилизованном русском языке, стилизованном под древнерусский, еще и с окающим, ярко выраженным окающим элементом. Это Вологодская область, окающий оберт. То есть это яркий пример того, что не все, что в славянской обертке, славянское по содержанию. Но с другой стороны, не все, что в славянское по содержанию, были славянскими обертками. У меня самого был опыт, когда пригласили почитать курс семинарских занятий небольшой, в Институте генеалогии у нас в Симферополе. Мне приходилось доносить информацию по юридическому наследию в чужеродные терминологии, на языке инолы, на языке энергоинформационного обмена. То есть, мы вот здесь с вами подходим к одному из центральных моментов, на которые мне хочется обратить ваше внимание. Не все, что славянское по форме, является славянским по содержанию. И не все, что славянское по содержанию, славянское по форме, это значит, что нужно уметь вычленять, где форма, а где содержание. Содержание – это всегда энергоинформационный уровень. Это всегда частота вибраций. Если, можно сказать так, что если информация способствует духовно-этическому взращиванию человека, человечности в человеке, способствует тому, чтобы он стал светлее, мудрее, сильнее, при этом на патриотических позициях, то есть любя свою отчину, то в таком случае, это информация славянская по содержанию слова. Облечь его в другую форму. Если надо, это же знание можно донести в языковой башналовке. Можно донести на языке парапсихологии. Изучив любое духовное учение, можно донести ведическое знание на языке этого учения. Этот же мотив был отображен и в Асгардском духовном училище, если помните. Там тоже предмет религиовидения. Ну, знаете, да, Асгардское духовное училище? Вот как раз там был предмет религиовидения, где изучались разные духовные учения и течения. Для чего? Для того, чтобы можно было найти общий язык с представителями этих течений. По этой же самой причине есть предмет сектовидения, например, в двух христианских духовных учебных заведениях, в которых христианских священных служителей. Кстати, старая вера там тоже есть. В разделе сектовидения. И есть даже один из... Одно из направлений гумилетики. Гумилетика – это искусство составления проповеди о том, как язычников, то есть нас с вами, вернуть в лоно христианской церкви. Забавно. Но не могу сказать, что эти элементы, которые есть в гумилетике, не могу сказать, что они удачны. Потому что проанализироваться элемент гумилетики, я буду сказать, сам по себе условно не сработает. Ну, как видите, он и не срабатывает. Достаточно мало словен возвращается в старую веру. Исключением являются разве что те, кто прошли обряд раскрещивания и получили за это попал в веру. Вот те пошли замаливать, многие из них пошли замаливать грехи действительно в христианство, потому что они сами расшатали линию взаимоотношений с христианским эгрегором столь резко просит ему выводить. Если у вас будет желание, потом по обряду раскрещивания тоже поговорим уже в рамках вопросов. Итак, есть форма, есть содержание. И смотрите, что нужно силам, которые не заинтересованы в том, чтобы славянский мир качественный и агриционный образ. Нужно вбросить не славянское содержание в славянское веру. А как это сделать? На самом деле это делается элементарно просто. Как, вот я вам сейчас задам вопрос, как отвлечь людей от содержания в пользу обертки? Есть простая, простейшая технология, элементарная. Как вы думаете, как это можно сделать? Вот представим себя на месте тех, кто заинтересованы в том, чтобы затормозить славянское движение. И нам необходимо вбросить в славянское не славянское содержание, но придать ему славянскую форму. Организовать славянское движение. Так, ну организовать его можно, сама организация, и возглавие. Да, организовать его возглавие, но не все же пойдут. То есть, в одном случае, создание структурной организации, это искусственное вызывание расколов. Потому что не все под эту организацию пойдут, а та организация, которая возникнет, она легко за тресет и рассыпется на несколько плод организаций, которые вступят между собой в конфликтные отношения. Это рабочий механизм блокировки, потому что отсутствие таких либо организаций это наша сила. На данный момент. Но это действующий механизм но все-таки не тот. Именно как протянуть неславянское содержание в славянскую обертку? Как создать славянскую обертку и замкнуть на славянскую обертку? Я могу представить, например, в Ихо-Одещественной войне использование свастика. Так, вот, хорошо. Механизм. Механизм. Как это было сделано? Действительно, сейчас свастика ассоциируется с нацизмом. Хотя, недалече, как сейчас, были, перед тем, как сюда приехать, утром мы съездили в музей под «Скорным небом». Как он называется? Ну, да. И там были в том числе свастичные узоры на колесах. Да, но тем не менее, свастика действительно у людей прочно ассоциируется с нацизмом. Хотя это изначальная часть нашего наследия. А вот вопрос, как это было сделано? С помощью чего? Замещения. Замещение, правильно, замещение. А вот на основе, как именно инструмент замещения, как можно заместить? Правильно, а как подменяются понятия? На основе чужое. С словом удается другое объяснение, то есть, одному и тому слову другое объяснение, чужое. Правильно. Только слово, а суть, суть за другой. Почти подошли, почти углодили самую суть. Действительно, произошло совещение одно. Человек, если он устроен в сознании, он спросит, нет, подождите, вот есть одно описание, что свастика это одно нацизмом, но ведь есть и другое. То, что давайте мы сверим, да, вы нам предлагаете это суждение, хорошо, но мы люди познающие, поэтому давайте посмотрим, может быть, есть другие суждения. И поэтому, ага, так это же есть и другое суждение. Спокойное, плавнокровное сопоставление разным суждением приводит к тому, что замещение не получается. А у них получается, почему? Размена жильчества. А? Размена жильчества. Нет, это более сложный процесс. Все просто, друзья, переписывается, история, прекратили. Правильно. А как именно? Вот хорошо, хорошо, правильно. Переписывается история. Мы учились поздно, истории. Сейчас, где-то, в школе, это преподносит совсем другое. Да что там греха таит? У нас Крым переходил в состав России, была одна события, сейчас, когда мы крымчане о ней читаем, здесь, в России, она преподносит это совсем другое. Преподносится как то, что крымчане жалобно молили Россию, помогите, спасите нас, что нас идут рвать и убивать, защитите нас и Россия пришла защитить. Ловить было так. Было так, что мы намеревались защищать интересы России, но мы не рассчитывали на помощь России. Точно так же не рассчитывали на ее помощь. Вернее, рассчитывали, это было связано так, небольшой экскурс в недалекую историю. Может быть, знаете, в Крыму был период межмобщин, когда только Украина, когда Советский Союз был уничтожен, то крымчане только спустя пару лет осознали, что-нибудь не в России и поднялась первая волна возврата в Россию. И тогда же Крыму объявила независимость и был избран президентом, что в первую году Крыму был свой президент. И тогда обратились за помощью к России примите на состав России. Но Ельцин сказал, нет, у вас здесь в Украине и точка. И с тех пор у Крыма осталось такое ощущение брошенное. И мы хранили верность России, но при этом мы на помощь России не рассчитывали. И мы думали, мы были абсолютно уверены, без помощи самой России. И поэтому, когда внезапно пришла помощь со стороны России, в таком виде, конечно, это был верх счастья. Но видите, уже под углом, уже под углом, хотя несколько лет прошло. Вот есть одна картина истории, есть другая. Если человек в спокойном, в плавнокровном состоянии проанализирует, он докопается на таком. Соответственно, чтобы произошло замещение, что нужно сделать? Эмоции. Эмоции поднять. Именно, эмоции. Совершенно верно. Именно на эмоции. Вот это, я вам хочу сказать, это технологический принцип. Для того, чтобы переключить человека с содержательной части на формальную, необходимо включить эмоциональную. Для этого необходимо использовать, я вам хочу сказать, очень простые энергоинформационные технологии эмоции сознания, для того, чтобы расшатать человека на эмоции. И на эмоциях можно что-то прописать, какое-то предубеждение. Это предубеждение уже будет включаться каждый раз, когда человек будет смотреть, например, на ту же самую сладку. И на эмоциях пропишется боль. А эта боль каждый раз будет включаться и не давать человеку разобраться в том, как он был на самом деле. фактически вся суть духовного роста человека сводится к взращиванию иммунитетов, к маникуляции с сознанием через контроль своей психо-национальной сферы. Как вы думаете, почему я так много использую иностранные слова? Свои вещи. Казалось бы, мы о буквице говорим, в том числе или двойке и нужно не засорять и речь своими словами из чужого языка, помните это слово. Обратили внимание, что в одно время в моем исполнении резко увеличилось количество иностранных слов в лексике. Если не обратили, то знайте, что это было сделано сознательно. А почему? Мне нужна была обратная связь. Я ее получил в виде гневных возгласов. А, какой он там покорник, пухлится. Смотрите на его речь, на его речь, ну все. Без проблем, друзья, можно говорить на чисто русском языке. Никаких трудностей стеснений. Но дело в том, что если человек при этом утратит способность воспринимать славянские знания вне славянской терминологии, то это ситуация нездоровая. Здоровая ситуация, когда человек в медическое содержание извлекает аду в любой терминологии. Когда человек жонглирует формами ради сохранения этой содержания. И совсем другой механизм, абсолютно, когда человек замыкается на форме, на формальном элементе. И тогда туда можно будет протянуть любое содержание, а он даже не заметит. Главное, момент, когда происходит трансляция чужеродных образов в содержательную часть, на информационную роль, главное расшатать человека на эмоции, чтобы он не сумел заметить вот эту подмену понятия. И в итоге славяне, как были, так и остались. Они прыгают через костры, вышиванков, национальных костюмов, цветочки, бабочки, веночки, хороводы, ручейки, вечерки, все это здорово и правильно не дало. Но только славяне могут и не заметить, как вектор движения изменился. Поэтому один из тех уроков, которые славяне сейчас проходят, это урок формы и содержания. Формальная и содержательная часть. Вот это тот момент, на который это все-таки прошло. Жонглируйте формами, жонглируйте оберзками, для того, лишь тогда вы сможете поднять содержательную часть. А зацикленность и термогатизация формы может привести к тому, что в эту форму может быть демонтировано, имплантировано чужеродное содержание. Я вам сейчас скажу такой момент. Понятно, что не все будут в восторге от того, что я этот момент разучиваю, но он в будущем. Правда есть правда. Сейчас славянскую форму протягивается очень уверенно и стремительно протягивается вверхозаветное содержание. Замечали? Я смотрю, кивая эти головами. Замечали? Здорово. Молодцы. Молодцы, что вычислили. И славяне, что им все интересно, представители славянского мира даже не замечают этого подвоха. Потому что они привыкли обращать внимание на форму, а содержание так туманное. И вот эту туманность можно одну туманность заместить, другую, а человек даже не замечает. А в чем проявляется эта идея, если заведомо? Как вы думаете? В чем вы заметили? Система ценностей. Система ценностей. О, хорошо. А какая она? Что общего сейчас? Это буквально происходит на уровне последних нескольких лет. После 2012 года. Заметили, что протягивается идея богоевых богоевых праздников примерно следующей формы. О том, что только мы, только белые люди, русские люди, это ссори всех белых людей, только мы являемся потомоками богов. А все остальные народы, наши предки в прошлом побалывались с генетиками, скрещивая свои собственные гены с генами живых. И так в разных пропорциональных соотношениях в итоге получились красный, желтый, черный, серый. А, собственно, изначально людьми являются только белые. Знакомо? А как много людей это подхватило? А почему подхватило? Потому что есть национальная особенность русских людей в том, что они закомплексованы, говоря современным психологическим языком. национальный комплекс, то есть речь идет о неуверенности в силах. Неуверенность в своей состоятельности, вот национальная черта русских людей, и эта национальная черта, неуверенность в собственной состоятельности требует компенсации. А компенсация может быть проявлена в очень опасной своей форме, желание быть избранным. На этом избранничестве очень многих слове и немцев словили, если помните, в свое время на Третьего рейха, тогда, когда они были на пике своего упадка. Помните? Как раз тогда вот эти реваншистские настроения, вот тогда на вот эту почву бросили идею нацизма и все прошло достаточно быстро, как на дрожжах. Русские люди находились тоже в состоянии колонии, колонии, то есть даже как в Германии и на эту почву очень удобно бросить ветхозаветные мотивы, а нацистская идея это ветхозаветная идея, только на почве белых людей. Механизм один и тот же. Аналогичная система избранности желтых народов над всеми белыми народами была в во время в Японии в Втором мировой войне. То есть желтая раса самая высшая раса на земле, а японцы это ссорь всей желтой расы. Это идея была, это национальная идея японцев во времена Второй мировой войны. То есть эта идея не нова, это новая технология. Мы видим минимум три ее проявления Верхий Завет, нацистская Германия и Япония в Гории Второй мировой войны. То есть эта технология уже обкатывалась применялась не раз. И обойти тем не менее. Сейчас это вкладывается в глухую славянку, причем в славянскую форму. Но это не славянское содержание. Славянское содержание говорит о том, что разные народы всегда жили в мире в надежде. А какой может быть мир, вы сами понимаете, если представители малого народа относиться как к недочеловеку, как к умести человека-обезьяны, мы так снисходительно к тебе относимся, дорогой. Только мы-то понимаем, что ты полуобезьян, а только мы, солдат-ребенка не обидят. Бог не будет обижать обезьян. Понятно, что на таком уровне проблематично построить межнациональные отношения. Эта идея вбрасывать в славянскую национальную почву может привести к серьезным попусинам. И те, кто ее вбрасывают, они это прекрасно понимают. Но для того, чтобы люди это приняли, для того, чтобы они заглотили этот ряд, необходимо это все подвлечь в славянскую одежду. И рассчитать на эмоции. Это самое главное. Потому что на эмоциях люди, когда бурлят, у них отключается критическое мышление, у них отключается чувство знаний, и они не заметят подруга. И в итоге начали вроде бы с одного, но уже сейчас вы можете заметить, насколько сильно осуществляется подмена тех образов, которые были заложены в первоисходнике Вазгарском духовном училище. Уже славянский мир очень умело вылет в сторону и хочу вам сказать, что этого многое неизбежит. Но вопрос в том, что сколько людей вылет в сторону и набьет шишек, это здорово, что они набьет шишек. Другое дело, что наша задача предупредить самому. Итак, вот мы с вами увидели вот это проявление ветхозаветных образов, которые закладываются в славянскую революцию. Другой образ, хотите, пожалуйста, другое проявление стремления создать империю. Вот это словосочетание славяно-арийская империя не держава, а империя имени в первую, этот образ тоже ярко проявлен сегодня в славянском мире. Особенно среди тех, кто поварного своей принадлежности относится к вительству. Почему так? Воины эволюционируют в борьбе с врагом. И поэтому нужен образ враг. И в итоге очень умело можно кочнуть ситуацию. Смотрите, вот есть держава. Держава находится на уровне золотого циастра или золотой середины. Держава это то, что держится мощью родов. Человек возрождает себя, семью, род, дальше общину, то есть общину превращается в тулан. И дальше уже потихонечку, по чуть-чуть расходятся такие волны высокочастотной энергии, которые упорядочивают и чистят. Чистят и наполняют видны человеческие взаимоотношения высокочастотными вибрациями. Но это держава. На одинаковом расстоянии от державы, что в одну, что в другую сторону, находятся две формации. В одну сторону это колония, в другую сторону это империя. Но что колония, что империя одинаково далеки от державы. Понимаете? В итоге я сейчас покажу вам, как это осуществляется на уровне простой геометрических формулок. Вот у нас держава. Держава. Вот у нас колония. А вот у нас империя. Что произошло с крушением Советского Союза? Советский Союз факт был в Берии и произошло вот этот вектор. Произошла раскачка маятика. И Россия на протяжении последних двух десятилетий жила в режиме колонии. В колониальном режиме. Это информация не новая, вы все это знаете. Есть много достаточно информации на тему того, как именно это проявляется на уровне законодательства, на уровне Конституции, на уровне Национального банка. Это все не будем брать. Это все фактаж есть, вы можете самостоятельно познакомиться. И сейчас вот здесь накопился определенный заряд. Заряд недовольства. Понятное дело, какому русскому человеку, какому человеку, радеющему за благо своей речи, понравится, что его дети будут жить в колонии. но объективно это недопустимо. Поэтому люди стояли под паром, уже будучи готовы, есть определенный политический заряд, потенциал запуска движения в обратном управлении. И действительно, идеальный вариант выйти вот сюда, на уровне державного строительства, когда у нас речь идет про золотую середину. Не империя, но и не колония. Понимаете? Не то и не другое. А посередки, между. Золотая середина. Между белым и черным. Но искусство управления автомобилем, мастерство заключается не в умении газовать, а в умении тормозить. И вот здесь, когда вот этот процесс начнется, а он уже начался, он уже стремится в небе, вот здесь вот очень важно затормозить, вовремя затормозить. А русские люди, помните, как говорят, тормозавки думали трусы. Какое русские не выглядят быстро ездить? Как думаете, русский темперамент позволит прощупать нужный момент, когда нужно затормозить? В условиях отсутствия жреческого. Нет. Я вам сразу хочу сказать, вероятность того минимума. На нынешнем этапе весьма вероятно, что славянский мир промахнет в волосую середину и превратить любую руками славянского мира, Россия с колонией может быть превращена в империю. А как вы думаете, кто владеет империю? Совершенно вероятно. Теперь вспоминаем другой механизм, другую информацию вам скажем. Я не люблю затрагивать тему Ветхого Завета и еврейского масонства и всех таких моментов, потому что это уже много, говорят, на этом много спекуляций было, но тем не менее, есть как-то предупреждает инфортаж. Есть информация, прошу вас внести спокойно, а главное, где из-за носа. Помните, из-за носа? Прошу вас. Я не сторонник анти-сенитики в этом направлении, потому что любая антипозиция это незрелая позиция. Всегда нужно быть за что-то и не против человека. Так вот, если помните, масонство стартовало с момента строительства царя, иерусалимского храма. Почему они больные камечники? Потому что добровольные помощники при встрече с иерусалимского храма. И вот по проекту царя Соломона вот этот инструмент, который был сформирован в виде оккульпных орденок и оккульпных ячеек, он должен был, этот инструмент рассчитан на 3000 лет. То есть любой инструмент имеет свой срок эксплуатации, после чего этот инструмент необходимо утилизировать и заместить его другим инструментом. И вот здесь мы подходим к одному из центральных вопросов. Кем именно создатели ветхозаветного проекта захотят заменить свой управленческий корпус, который на протяжении 3000 лет верой и правды им служил? Сейчас этот инструмент уже свое отработал. Как вы думаете? Могут дают дать 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 поэтому ветхозаветный образ так уверенно протягиваются славянского опёртка. Чтобы народ не заметил, надо расшатать на эмоции за Русь святую, дайте рептилоиды, дайте евреи, дайте масоны, дайте серые, да мы, да мы, да мы. Как раз идёт раскачка, идёт раскачка на эмоции. Для чего? Кто громче всех кричит, держит бурак, он. рептилоиды, поэтому, друзья, я очень прошу вас учитывать эту информацию, которую вы сегодня получили, на уровне глобальных тенденций. Наблюдайте ее на уровне локальных проявлений. И вы должны понимать, что есть силы, которые очень заинтересованы в том, чтобы именно руками славянского мира Россия превратилась в империю, не в державу, а в империю. Потому что если это произойдет, то в империи это будут править, ну, скажем так, давно известные люди или не совсем люди, ну, в общем, это сами. Для этого чужеродные образы и протягиваются. А для того, чтобы это сделать, нужно славянство пустить в политику, правда же? Ведь если славянство будет сугубо духовным направлением, как, например, врач-набр, они в политику не вовлекаются, как его можно? в политику. А никак они не садятся в политику, у них четко духовное устремление. И все. Они свои духовные устремления реализуют и вы свои устремления только лишь в духовных координатах и в духовном коридоре. Представляете, если бы в какой-то политической силе удалось поднять под себя, например, такое движение в сознании Кришны и использовать его в политических целях. Вы представляете, насколько мощной эта сила была бы, учитывая международный статус этой религиозной организации, в духовном направлении. Понимаете? А представьте себе, если бы удалось поднять какой-то другой духовный ущербный. А вот теперь представьте себе, если вдруг получится поднять славянское ущербное. Это будет мощная сила. это действительно козырный туз. Это не игрок. Нет, это козырный туз в колонии. И этот козырный туз будет разыгрывать. Но участь любой карты в игре в дураках это пойти в отбой. Вопрос нам раньше или позже или в каких обстоятельствах. И поэтому сейчас одна из тенденций славянского универа, которая присутствует, это как раз тенденция, попытка превратить славянство в политическую силу. Для чего? Для того, чтобы славянство как раз превратить вот в этого козырного. Я не буду вам говорить, кто и каким образом это действует, хотя информация по этому поводу есть. Вы можете самостоятельно собрать это. И в итоге сейчас славянский мир стоит перед выбором. Либо стать политическим лечением, либо сохранить свою духовную нравственную стеркань и остаться в духовном течении. И совместить это проблематично. А почему, как вы думаете? Потому что политика работает на невежестве или на страсти, а она никак не на блажность. Помните, есть трибуны материальной природы, ну или это по нашему медная царствия, середине и золотой. Или трибуны материальной природы это не медовство страств и блага. И страсть это в основном работа на восходящем потоке. Благость это работа на настоящем потоке. Так вот, политика строится на восходящем потоке, на страстях. Вся политика это страсть, конфликт, это противостояние, это возможность проявить себя в виде победы над врагом, в различных играх, махинациях, переиграть кого-то, в чем-то. Это страсть. И эта страсть затягивает. А помните вектор рассвет сварга в чем проявляется? Вектор рассвет сварга проявляется в виде поднятия частоты виграции. Смертного царства на серебряный, серебряного на золотой. А на золотом царстве нет страсти. Это губноглазность. Это держава и не империя. Понимаете? В итоге, если человек позволит втянуть в себя политические игры, он будет работать без страсти. Это хочет ему говорить. Он не будет работать на уровне волшебника, мага, мистика или, например, на уровне духовного подвижника. Он вовлечется и будет в разминке карты в колодии. И при этом будет создавать себе иллюзию, что он век. Это, друзья, что касается политических страстей, которые в славянском мире не грушуют. И я считаю своим догмом предоставить вам эту информацию и как раз не то, чтобы поставить вас перед выбором. Нет. Здесь права такого не у меня перед выбором поставить. Просто знай, что сейчас в славянском мире растут разные тенденции. И только от вас самих зависит в каком направлении вы пустите свой потенциал. Он их светлее, мудрее, сильнее. Вот сейчас мы ставим время мудрости. В славянском мире в основном состоит из света и с уровнями света в принципе проработок. А вот дальше наступает испытание мудрости. Кто на что применит свой потенциал. Пустит он его на возрождение своих родов или на слив потенциала своих родов чуждых политических интересов, причем которые далеки от духовного возрождения России. Ибо духовное возрождение России будет заключаться в способности вовремя нажать на голос, чтобы держава не превратилась в империю. Это то, друзья, что мне хотелось вам сегодня рассказать, чем хотелось поделиться. Ну, вы так, что такие хруные лица-то? Давайте вы немножечко так, я понимаю, вы загрузились, но в чем-то это даже, в чем-то это здорово, потому что я думаю, вы меня услышали. Ну, а дальше выводы делайте, конечно же, самостоятельно. Никого не слушайте в этом плане, всегда ищите возможность давать ответ, что делать внутри себя. Поэтому я бдительно прошу вас, не задавайте мне, пожалуйста, вопросы, сейчас мы перейдем в блок вопрос-ответ, что делать. Что делать, это вопросы, пожалуйста, откроем манипуляторы, потому что они заинтересованы в том, чтобы давать ответ на вопрос, если вы сами не дадите себе ответ на вопрос, что делать, то вам даст кто-нибудь другой. Найдите для себя, в себе найдите самостоятельно ответ, что дальше делать. И я вам хочу напомнить, что видов добродетели считается не только сдержанность в бездействии, но и сдержанность в действии. То есть повлечься в водоворот событий, событийность, где человек толком не понимает, что у него происходит, это не добродетель. Сдержанность в действии подразумевает движение спокойное, неспешное, неторопливое, настолько, насколько сегодня не позволяет событийность, но при этом условия, когда идет серьезная зона турбулентности, не вовлекаться в эту зону турбулентности и продолжать движение на возрождение в себя своих родов. Самое полезное, что человек может сделать сегодня, это качественно изменить себя в лучшую сторону, то есть поднять чистоту своих вибраций, стать светлее, мудрее и сильнее. Смотрите сами, насколько люди, вовлекшиеся в политику, застили в себя все эти три параметра. А сейчас, друзья, переходим в блок ваших вопросов. Да, пожалуйста. Добрый день. Я просто к этому хотел бы тоже замечать. То, что ты рассказал, это скорее всего происходит по закону свободы выбора каждого индивиду, в том числе и славянского мира. Но при этом мы, как говорили, о том, что это вопрос информации, это уже отчасти какие-то эгрегоральные вещи, то есть также славянский мир имеет свой религиоз-хранитель. Вот как бы твой вид, как вот сейчас происходит процессы, потому что уровень, скажем так, информации, но он касается и уровня эгрегора каждого нашего мира. Вопрос связки того, что было сейчас озвучено. Да, да, то есть мы так же чувствуем эгрегоры то же самое. Как ориентироваться, скажем так, какие подсказки этого могут просто я понял, да. Да, я понял. Теперь то же самое только с эгрегорами. Ну да. Так, давайте сразу проведем разницу. Есть эгрегор, есть локальное энергоинформационное поле. Понятие эгрегор используется как исламянский мир в широком и узком смысле. Кто-то использует слово эгрегор для обозначения любого энергоинформационного поля. Вот, например, некоторые могут сказать, что у нас здесь с вами сформировался эгрегор. Кто-то может так сказать. Эгрегор собравшихся здесь людей. Это те, кто использует слово эгрегор в широком смысле слова. Мы используем слово эгрегор в узком смысле слова. Эгрегор это разновидность энергоинформационного пространства. Чем оно характеризуется? Оно характеризуется своей плотностью. То есть, благодаря этой плотности человек может защититься, как щитон, прикрыться эгрегором, и в итоге эгрегор примет на себя индуктор. Но, при этом, человек, если он из эгрегора будет выходить, эгрегор будет оказывать силу инновационного сопротивления. Человек как через кисель будет пытаться пробиться, вырваться из него. Есть просто локальное мега информационное пространство. Вот, например, у нас здесь с вами не эгрегор, у нас локальное поле. Сюда свободный вход и, поверьте, свободный выход. Никогда не будет. Поэтому, если мы говорим про эгрегор, необходимо четко обозначить, в каком ключе мы говорим. Поэтому я и начал ответ на ваш вопрос с понятия, что такое эгрегор. Теперь, славянский мир изначально не представляет собой эгрегора и не должен представлять собой эгрегор. Более того, человеку необходимо находиться в своем родовом. Ну, можно сказать эгрегоре. Это все в родовом канале. Это самое главное, что есть. Даже это сохранилось на уровне русской самобытной магии, которая называется сегодня деревенское колдовство. Вся русская самобытная магия носит родовой характер. Там по роду это все переберется. Если у человека по роду, что там уже многое прервалось, то в таком случае он и уходит в эгрегоры, как компенсация отсутствия сильных родовых связей. Сегодня идеальный вариант в рамках рассвета сварогов, там в эпохе Волк, человеку необходимо духовно расти во вне эгрегориальном пространстве. Во вне эгрегориальном пространстве. Но при этом с эгрегорами, со всеми, насколько это возможно, иметь хорошее отношение. С христианским, с исламским эгрегором, с различными позднепротестантистскими течениями, со всеми эгрегорами желательно быть в хороших отношениях. Настолько, насколько получается. Это идеальная форма. Теперь, что касается политических сил. Дело в том, что до Майдана и до Олимпиады в Сочи, магия в политике, конечно, использовалась, но она не использовалась открытой. Она не использовалась настолько без прикрытий, как это делается сейчас. И беспрецедентными случаями является, конечно, является Майдан по количеству сверхотворческих технологий. На Майдане магия использовалась настолько открыто, настолько без какой-либо маскировки, что это явилось во многом знаке. Более того, даже представители магического сообщества в Украине, они проводили изучение этого вопроса. Более того, вы можете в интернете набрать, может, еще остались определенные материалы по названию «Магия Майдана». Где маги пришли к выводу о том, что там использовались технологии пульта Буду после создания политивного расу. То есть это было активно, это делалось активно, уже без всякого прикрытия. И это к чему говорит? Начиная с начала 2014 года, магия и политика идут в очень тесные связки. При этом, если человек вовлекается в политику на уровне исполнителя, он, как правило, попадает в какой-то эгрегор. Я вам сейчас скажу такую вещь, относитесь к этому, как все, что это нужно. Просто помните из категории «допускаю». Не принимайте, не отвлекайте, не торопитесь, просто «допустите». Что-то так. Услышьте, пожалуйста. Помните, говорилось о том, что на рубеже эпох начнется Великая Асса. Четвертая Великая Асса при выходе назад земли в темной эпохе, из эпохи Лисы, будет переходить в эпоху Бога. Эта Великая Аса сейчас вершится. Она вершится на тонком плане. И силы тонкого плана пришли в движение. Мастера, которые участвуют во всем этом, они говорят, что тонкий план увеличил свою динамику, начиная с Майдана, в 10 раз. Этим и объясняется отголоски тех процессов тонкоматериальных, которые отображаются в явном мире, в виде ускорения динамики событий и ускорения событий. Великая Асса уже идет. А значит, что включились в работу различные эгрегоры, те духовные существа, которые с эгрегорами связаны. Если человек вовлекается в политизм, не будучи при этом сильным магом, и при этом даже имея какой-то средний калибр в магии, чего нет у большинства преследовательского мира, человек все равно станет в первых чужих игроках. Все равно его подключат, переподключат, и дальше за него, как за ресурс, будут вести противостояние различные эгрегоры. Хочу вам сказать так, что сейчас эгрегориальное противостояние и политическое противостояние, эти образы практически слились. И являются проявлением, одно проявляет другое. В частности, политический уровень является проявлением эгрегориального уровня. Сегодня, поскольку политические силы стремятся славянству превратить в свой инструмент, только эгрегориальные щупальца, так скажем, эгрегориальные щупальца проникают в славянский мир. И в итоге в славянском мире, который сам по себе не имеет эгрегора, существует уже создан несколько локальных эгрегоров. Локальных. И эта ситуация сама по себе, ну, ее просто надо пройти. Надо пройти эту зону турбулентности и не вовлекаться во все эти процессы, и тогда человек уменьшится в этом. Это коснется. Чем больше человек проявит сдержанность в действии сейчас, тем меньше у него рисков быть подключены каким-либо. Не было эгрегоров. Сейчас эгрегоры, надо понимать, что все силы не делятся на светлые и темные. Они условно так можно разделить на две группы. То есть более высокочастотные и менее высокочастотные. Но менее высокочастотные силы дубасятся между собой. И они пытаются преподнести свою грязну, как грязню-пауку в одной планке, как борьбу света и мрака между собой. Хотя на деле это различные формы мрака бьются между собой. Потому что, помните, есть формула зло склонных к самоуничтожению. А почему она склонна к самоуничтожению? Из-за невежества своего. Светлые силы склонны к самосозиданию. А те, кто в невежестве, склонны к самолюбвидации, к самоуничтожению, к самоуничтожению. И поэтому, естественно, они раскалываются и грызутся между собой. И вовлекают в это дело светлых людей, которые искренне уверены, что они начинают бороться с темными силами во имя света. Хотя на самом деле являются инструментами чужих рук. Напомню вам, что самыми главными силами, самой главной ударной силой темного мира являются воины света, которые при этом недалеки. То есть они искренне стремятся как лучшее, они стремятся бороться во имя света против мрака, но в итоге из-за недалекости своей мудрости не хватает. И чуткости не хватает, они их переподключают, и в итоге они искренне уверены, что бороться во имя света против мрака, но на самом деле являются инструментами мрака в противостоянии с этим самым светом. Вот такая вот интересная ситуация происходит. Поэтому хочу вам сказать так, друзья. Сейчас славянский мир наполнен разными эгрегорами. И для того, чтобы не вовлечься в какие бы то ни было эгрегоры, есть техника безопасности. Простая профилактика. Не отодействовать себя ни с одним из славянских течений. Вы можете быть в славянском мире, то есть в родовом канале, но вовлекаться в различные эгрегоры, как только вы отрождествляете себя с каким-то течением, если оно носит эгрегоральный характер, то вы можете быть подходящим к этому. Потому сейчас отрождествляйте себя со своими народами. И все, этого вполне достаточно. Со своим городом, со своей отчизнью, с медгардцем, да. А вот с каким-то конкретным течением лучше быть поаккуратнее. Это просто совет. Это как раз возможность устоять на золотой середине. Вы знаете, как в качеле, которые качаются, амплитуда колебаний на краю в качеле достаточно большая. Но по центру амплитуда колебаний минимальная. Если находиться по центру, если находиться на золотой середине, то в каком случае амплитуда колебаний и шторм будет меньше. Поэтому сдержанность в действии и сдержанность в эмоциях своих, именно в контроле своей психоэмоциональной сферы, чувство и познание сегодня приведут к тому, что человек сможет избежать подключения к различным эгрегорамм. Те же, кто подключатся к эгрегорамм, конечно, их будет штормить, понятное дело, они пройдут определенные уроки, но после этого они рано или поздно осознают это, и все равно они начнут как-то подключаться от этого и тоже возвращаться в родовое поле, в родовую команду. Поэтому все идет своим чередом. Другое дело, что оно может идти несколько не так комфортно, как хотелось бы, конечно, но в любом случае, друзья, не грузитесь, это все светлый созидательный процесс, это все под контролем больших сил. Надо понимать, просто уроки стали сложнее, но они стали интереснее, правда же? Как интересно жить в этом мире и проходить эти уроки, правда же? Приходят постоянно такие промыслы, можно назвать даже откровением, что если хотите России дать возможность подняться, начните убирать с осей пьянства. Ага, все, вот это, что вы думаете по этому поводу? Здесь, конечно, Дисторон не согласился с этим, потому что алкоголь – это бич. Это бич, из-за которого произошло выкашивание, достаточно серьезное выкашивание. Причем Россия потеряла и в количестве, и в качестве из-за этого. То есть качественно люди стали ниже, стали более управляемыми. Причем сказать так, что вот как раз этот вопрос неразвенно связан с крестой. Причем, вот предыдущий вопрос был по поводу эгрегоров, причем сказать, что есть эгрегоры – оружие геноцидов. Знаете, знакомый концепт с общественной безопасностью есть такой. Там есть достаточно общее трудоуправление, и среди прочего там есть приоритеты управления. Вот один из приоритетов управления – это оружие геноцидов. Среди них алкоголь, другие наркотические вещества, никотин, ну и все остальное. Это инструмент управления. Ну, скорее, руководство, потому что управление все-таки это движение к праве, это регулирование для того, чтобы к правде двигаться, к правде. А это, скорее, инструмент контроля. Почему? Потому что вот эти все инструменты, они взращивают в человеке безболие. А безболие порождает эгоизм. Так, например, по этой причине многие курящие люди являются эгоистами, достаточно сильными. Вот им по барабану, что другие хотят подышать свежим воздухом, им надо покурить, и они уходят и курят, и отравляют воздух. Почему? Они заставляют других считаться с собой, но на самом деле это безболие. Это проявление безболия. Так вот, все эти инструменты геноцида сходятся к одному – подавить боль. А если мы вспомним волшебство, оно и восходит к понятию воля. Чем более человек волевой, тем больше он силен, как маг. А славянский мир идет на сближение с собой. Поэтому не может быть сильным магом волшебником тот, кто пьет. Ну, объективно. Это невозможно. Это точно так же, как тот, кто употребляет другие наркотические вещества. Поэтому, хочу вам сказать так, что есть информация. Эта информация достаточно свежая. Я ее уже обозначал, с удовольным доступом, и она есть. Но, тем не менее, продумываю, что совсем недавно произошло слияние нескольких эгрегоров геноцида. Ну, так называем. Это эгрегор алкогольный. Это эгрегор канатрии. Это эгрегор электронных сигарет. Это эгрегор спайса. Знаете, это ужасная курительная смесь, которая химическая, она похлеще. Это эгрегор таблетки, всевозможные экстрези. Знаете, это эгрегор сприцовых наркотиков и нюхательных. Как это называется? В общем, семь эгрегоров объединились воедино. Из-за чего это было сделано? Дело в том, что каждый из этих эгрегоров слабел. Стремительно слабел, потому что идут все сокрушающие огонь возмездия, он их поживел. И поэтому, я понимаю, то, что сейчас говорится, это может звучать как предсумасшедшего или какая-то фантастика. Относитесь, как считаете нужным, просто помните, допустим. Советуем, просто допустим. И из-за их всеобщего ослабления, каждого из них в отдельности, было принято решение о соединении тех сил. Они вошли в резонанс. А любой резонанс – это временное усиление. Поэтому они объединились в единую, можно сказать так, как несколько компаний объединяются в единую корпорацию Советов Директоров. Но хочу вам сказать, что теперь уже, как бы говоря языком этой аналогии, контрольный пакет акций принадлежит уже не алкоголю, а спайсу. Химическую смесь, которая приводит к курительному, которая приводит к тому же самому результату, что алкоголь только намного быстрее. Во сто крат быстрее. А поскольку социальные процессы ускорились, то уже ставка делается на это. И в Сибири, я вам хочу сказать, эта проблема стоит достаточно острая. И я вам не хочу нагнетать, но просто скажу вам информацию, которая есть у меня, что практически в каждом старшем классе, в каждой школе, где-то два-три подростка уже сидят. А там необратимые процессы с первого употребления. Вот поэтому, что можно сказать по этому поводу? Это все инструменты подавления воли. А для чего волю давить? Для того, чтобы легче было управлять, контролировать. А для чего контролировать? Чтобы использовать в том числе и славянство как инструмент. Я верю, друзья, что рано или поздно славянский мир станет полностью на трезвую позицию. То есть он отрезвится от любых вот этих всех веществ. Конечно, для славянского мира на данный момент наиболее оптилариво характерен именно алкогол из всего этого. Но именно через него осуществляется подвязка в целом к эгрегору геноцида. Эгрегор геноцида работает на духах иллюзий. Есть такие духи иллюзий. Это, правда, категория духовных существ, которые подопечены богиней Марты. И в этом отношении, конечно, духи иллюзий проверяют на честность перед собой. И те, кто употребляют алкоголь, они эту проверку просто не проходят. Но через это, именно из-за того, что славянский мир не стоит полностью на трезвую позицию, к сожалению, именно поэтому это дает канал искривления вот этого божественного потока. Из-за чего идет проигрыш во время. Если славянский мир сейчас стоял полностью на трезвую позицию, то в таком случае многое было покрытие. Мы вот еще и даже сейчас ехали, что молодежь у нас, ну, она хочет общения, она хочет веселья, тех же, там, плясок, гуляний и так далее. И сразу же валят туда в дискотеки, там, естественно, цепляют все эти геноцидные там изыски, да. И вот почему мы не создаем каждую неделю праздники, каждую неделю гуляния, чтобы была альтернатива, чтобы дети, и не только дети, чтобы люди имели трезвый праздник, чтобы они могли объединяться, через это они могли знакомиться, они могли созидать какое-то дело, хоть это будь там, в различных сферах. Я понял. Но в данном случае вопрос не по адресу. Это я вам могу задать вопрос, почему вы не создаёте? Понимаете, здесь я отвечу на этот вопрос таким образом. Это всё можно сделать. Действительно, можно сделать. Более того, я уверен, что такая альтернатива будет сделана и в ближайшее время. Просто нужны люди, которые пройдут волю и восприняв это как своё служение отчизне, отечеству, и уже фактически это регулирование международного взаимодействия. Для того, чтобы защитить своих потомков от вот этих низкочастотных образов, необходимо создать альтернативную социальную среду. Поэтому славянский мир – это и есть зарождающаяся, взращивающаяся, альтернативная, более высокочастотная социальная среда, которая в будущем укрупнится и войдёт в резонанс с другими духовными учениями на уровне высоты вибраций, на уровне частоты. И поэтому этот процесс идёт. Но для тех, кто стремится создать это, а такие попытки есть, искренне советую обратить свою взорную энергоинформационную безопасность. Потому что все вот эти действия, они носят на самом деле магический характер, они развлекательны. В советское время произошло замещение понятий. Именно в советское время, ещё в царское время, наверное, не помнили. А в советское время произошло замещение понятий. Праздник – это магическое действие, задача которого является моделирование событийности. Праздник – это технологии силы, которые реализуются в День Силы. Если мы проанализируем праздник, это то, что мы делаем на энергоинформационной безопасности, мы увидим, что сокровенной основой любого праздника является обряд. А обряд – это магическое действие. То есть, основа праздника – магия. А задача магии – моделирование событий. Так вот, если люди приходят на праздник, именно к празднику, как к магическому убийству относились в царские времена, в советское время это уже задёрлось, то есть, если люди приходят на праздник для того, чтобы повеселиться, уровень осознанности не позволяет запустить силовой вектор на конструктивные, светлые, позитивные изменения, на высоких вибрациях. Более того, любой праздник с алкоголем оборачивается в минус, потому что достаточно капли яда, чтобы отравить стакан с водой. И вот эти вот все моменты просто необходимо учитывать. Потому что сейчас и ведётся работа, ну, не у вас здесь по Архангельскому, или у вас здесь впервые, но с теми, кто задействованы вот в таких вот славянских мероприятиях, массовых мероприятиях, в других городах проводится работа по энергоинформационной безопасности, для того, чтобы они учитывали некоторые моменты. Потому что научно-историческая реконструкция на данный момент, в ней уже есть определённые схожения. Почему? Потому что всё то, что донесли до нас этнографы, это давние последние столетия, уже после Петровских периодов. А там искажений уже достаточно много, сами понимаете. Потому что сейчас это тоже один из внутренних таких, не конфликтных, но выборов, который человеку нужно сделать, это выбор между традиционным и низкочастотным, и чем-то более, ну скажем так, отступлением от традиции, но в пользу большей энергобезопасности. Я просто приведу вам пример участия в одной вечерке в Москве, которая была не так давно. Хоровод на тысячу человек. Понятно, что участвовали все, но может быть там несколько сотен даже. Хоровод зажигательный, и там шло сильное выделение энергии. Люди веселились, радовались. Всё это инструмент выделения энергии. Эмоции – это энергия. То есть идёт, идёт энергия, энергия, выделяется, выделяется. По хороводу оно закручивается, закручивается, там люди уже веселятся, смеются, радуются, ухахатываются, веселье, забавы, всё здорово, замечательно. Вот у нас пространство аж звенит. Что делается после этого? Это не из-за злого умысла, надо понимать. Просто из-за непонимания этих механизмов. После этого выходят казаки, настраивают аппаратуру, пишут и затевают песни. «Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым мало спалось, мне малым мало спалось, да мне сне привиделось». Вспомните смысл этой песни? О том, что во сне привиделось, что казак погибнет, и ему атаман говорит, что «ты погибнешь, готовься к смерти». Что произошло? Фактически, произошло выделение энергии. Вот когда хоровод был, это произошло выделение энергии, а потом, благодаря этой песне, она запустилась на вектор. А содержательная часть вектора – это содержательная часть песни. Понимаете? Поэтому зло – это добро не на своём листе. Песня-то хорошая, она позволяет человеку, идущему на смерть, подготовиться к смерти и встретить её, как старую подругу. Но это есть неуместно. А если неуместно, она оборачивается в минус. Вот поэтому массовые мероприятия, если и создавать, если и делать, то делать грамотно. Чтобы не поменять шива на мыло, а поменять что-то менее низкочастотное на более светлое, высокочастотное конструктивное. Для этого необходимо всё наше наследие провести через осмысление на основе энергоинформационного обмена. Ну так, например, то, что постоянно проговаривается, ну, пока люди не хотят это слышать в массе своей, ну, не хотят, Бога ради. Но считаю всё долгом проинформировать. В вечерках участвовали многие из вас? Ну так, участвовали, да. Помните, есть хороводные вечеры, всё-таки движения, хороводные движения, со сменой партнёрши и без партнёрши. Мужчины не меняются. То есть они обеспечивают движение, а красный девица переходит от одного молодца к другу. Но дело в том, что это танцы тех, кто не парит. То есть те, кто ищут пару, у них есть возможность вот так вот проверить каждую девицу, почувствовать друг друга через соприкосновение, через соприкосновение к ладони, а её место выходной энергии, и через взгляд, глаза в глаза. И так, каждую по кругу проведя, добрый молодец сможет увидеть как раз где, с какой у него наибольший опыт. Парные, те, у кого есть пара, парень с девушкой, жених, невеста, муж с женой, они такие танцы не танцуют. Почему? Ну, они нашли друг друга. Им зачем это танцевать? Что происходит, если люди парные, а когда наблюдаешь, когда люди женаты уже на протяжении 5-7 лет, и они вот так вот танцуют, то они, являясь в паре, танцуют танец, который для них пар. Что происходит? Они в тонком плану заявляют, что они не пара. Понимаете? Мелочь. Казалось бы, мелочь. Но из таких мелочей всё и складывается. И в итоге на хороводах, на вечерках, на ручейках, можно такого фона запускать. В итоге, что деструкции будет гораздо больше, чем созидательные элементы. А хотелось бы, конечно, чтобы все вот эти мероприятия запускались на высоких вибрациях и моделировали свежие позитивные изменения. И именно на это и направлены энергоинформационные безопасности. И вообще, чтобы вы понимали, друзья, всё это проговаривалось не для того, чтобы вас погрузить в уныние то, что я сейчас вижу. Так что, пожалуйста, выше нос, всё нормально. Это всё определённые этапы, это уроки, которые нужно пройти. Просто надо это проговаривать. И когда это проговаривается, спокойно люди потом начнёт обращать на это внимание, и качество их мероприятий повышается. А почему люди не организуют такое? Это должны найти себе люди, подвижники, которые готовы взять это на себя и нести ответственность перед Богом за то, что творится на организованном ими мероприятии. И сразу хочу сказать, не пускайте в такой труд людей, не ставших на трезвую полицию. Это и есть как капли волны. Так, та вопрос была. Как бы завершая тем, ну не завершая, продолжая тему эгрегоров. Вошли ли сюда эгрегоры, табакокурение и громадин? Вот в этом теме. Как бы я оставил немножко времени, да? И второй вопрос. Делаешь эти различия между супорностью и эгрегором? Что в твоём понимании сомборность? Чем они отличаются? И про это соборность и эгрегором? А, соборность и эгрегором. Всё понятно. Значит, по предварительным итогам, это предварительная информация, она ещё требует уточнения, но по предварительной информации, на нынешнем этапе, этот вопрос, как он изучается, сразу хочу отметить, друзья, у меня нету никаких причин выгораживать курение. И поскольку для меня самого этого это не характерно, никогда не курил, и я не намерен курение в гараже. Но почему-то эгрегор табакокурения не прощупывается, там что-то другое. Там не эгрегор, а складывается впечатление, будто, причём, у всех, кто изучает этот вопрос, складывается впечатление, что это, можно сказать, версия, рабочая версия на данный момент, что задача курения усилить негативное влияние всего остального. Но отдельного эгрегора курения сигарет не наблюдается. Там что-то другое. И поэтому, но сразу хочу сказать, это вовсе неоправданно. Ни в коем случае. Это первое. А второе, поэтому, естественно, не входит в содружество эгрегоров, хотя, если человек употребляет что-то из того, что было перечислено, и при этом ещё, хотя бы иногда покуривает, то эгрегор, в данном случае, не эгрегор, а сигареты усиливают негативное влияние вот этого эгрегора на него, значение. То есть, это как бы закрепление вот этой связки. Что касается эгрегора компьютерных игр. Эгрегор компьютерных игр, правильно? Да. Эгрегор компьютерных игр. На данный момент, эгрегор компьютерных игр, это действительно, это очень мощный эгрегор, он тоже завязан на духах иллюзий. И поэтому связка между ними, по идее, должна быть ярко выражена, но на данный момент иллюзий. Поэтому, есть прогноз, что в скором времени такая связка произойдёт на данный момент иллюзий. Причём, связка будет осуществлена парадоксно через электронную сигарету. Почему сигареты электронные, электроника? Электроника, как раз и дальше, компьютерные игры, они работают тоже по принципу электроники. То есть, через эгрегор, то есть, уже через бывший эгрегор электронных сигарет, этот эгрегор, геноцида, будет усилен эгрегором, компьютерным игры. Они сольются в единую, ещё большую мегакорпорацию. То есть, надо быть просто к этому готовы. Но, пока на данный момент, и на данный момент этой связки не наблюдается. Но, в будущем, велика вероятность его появления. Эгрегором или кто-то захочет использовать собор, соборность как инструмент в своих каких-то целях, то в таком случае он легко может превратить соборность в игры. То есть эти понятия близкие, но они равнозначны. Да, в различиях делают. Собор может быть игры, но может не быть. Так, дальше. У меня такой вопрос насчет праздников для молодежи. Я считаю, что каждую неделю молодежь развлекать не нужно. Почему? Потому что когда люди жили по правилам природы, они большую часть времени работали, и у них не было столько времени на развлечения. Поэтому когда был какой-то народный праздник, он действительно был праздником. Там действительно были обряды. Посмотрите, что сейчас делает молодежь, если она не занята. Они развлекают сами себя. То есть проблема в том, что мы взрослые не научили их отдыхать. Естественно, они идут туда, где их развлекает. Так может пора научить, пока не поздно? Ну, от нас-то это тоже как-то зависит. Не только от молодежи. То есть они не умеют, они не научены. Так в том-то и дело, если мы не возьмемся, они не научатся. Ну, если родители приучили своих детей ходить на лыжах, ходить в походы. У меня, например, дни рождения у детей зачастую были на природе. Мы собирали до 20 человек, взрослых и детей. Мы играли в волейбол. Ну, естественно, не без алкоголя, раз от этого никуда не деться. Ну, кто хотел... От этого можно деться? Да, от этого можно деться, но уж кого не переделать, того не переделать. Те уж ладно. Вот. Мы тащили своих детей на природу. Я студентов своих тащила на природу, учеников. То есть это тоже от нас зависит. А если мы будем сидеть и ждать, пока они сами себя развлекут? А если мне что-то вспомнилось, о том, что вы говорите, тащили детей на природу. Ну, в смысле... Я вспомнилась словосочетание. В хорошем. Фраза одного христианского миссионера, достаточно известного, я не буду называть, где он говорит по поводу того, что детей конвоируют в храм. Да, вот. Детей тащат на природу, примерно из той же оперы. Смотрите, здесь я хочу сказать так. Действительно, вот другого права. Оба суждения, на самом деле, не противоречиваются между собой. Абсолютно никак. Дело в том, что дети вырастают в соответствии с тем, на каких вибрациях родители живут. Здесь образ жизни – это всего лишь внешнее выражение вибраций, на которых они обитают. А вибрация обеспечивает тот слой бытия, на котором человек находится. Поэтому, по идее, это внутрисемейная задача. Но в помощь родам должна быть межродовая линия взаимодействия. Именно в помощь родам. И не надо забывать, друзья, что любая социальная активность должна идти после родового элемента. Не для того, чтобы сбежать от проработки родовых процессов. А для того, чтобы с помощью этого, с помощью социальной активности, в том числе проработать родовой элемент. То есть родовое первичное, межродовое – это следующий шаг. Поэтому очень важна здесь действительно проработка своего внутреннего мира. Детям желательно, чтобы они росли в духовной атмосфере. А духовная атмосфера – это как раз и есть та атмосфера, которую устраивают родители. Ведь не забывайте, что хорома и храм – слова однокоренные. То есть славяне жили в хоромах, то есть храмах, а храма – это пространство, где раскручиваются энергии святости. То есть самые высокие энергии. Если дети живут в этом, выкупаются в этих энергиях, то погружаться в низкочастотные энергии, как это молодежь делает, это равнозначно тому, чтобы погружаться в помой. Естественно, им это будет неприятно и некомфортно, им не будет мотивов. Это идеальная структура. Но как идеально у вас воплотить, это на самом деле уже творчество. Творчество и реализация. Поэтому я желаю вам успеха в этой реализации. И если будет нужна помощь, можете рассчитывать. Сейчас у меня вопрос сделает. Немножко даже у нас кротинка. У меня была кротинка, что все славянское, все русское хорошо, русские музыки хорошие, весной плохой. Котинка поширнулась. Как теперь быть? То есть под видом славянства могут подать русского мультика, где там будут пили, там все такие, могут подать что-то вредное. То есть как не строить свой фильтр, да, какой-то критический, вот тактика какая-то может есть, чтобы распознать вопрос. А на этот вопрос я ответил, не да. Моя задача расшатать картину мира и пусты. Вот шутка, конечно. Смотрите. Почувствовать не всегда удается. Вот именно. А почему не получается? А информации очень много. А почему не получается? Почему не получается? Почему не получается? Почувствовать не всегда. Почувствовать не всегда. Почувствовать не всегда. Вот это ключевой момент. Ага. Почувствовать не всегда. Почувствовать не всегда. как женщину. Почувствовать не всегда. И у нее не реализуются женские инструменты, которые никак не могут быть реализованы у мужчины. Но при этом она никогда не станет мужчиной. И она соцелится между собой. Почему не чувствуешь? Потому что включаешь голову. Включаешь логику. Включаешь мужской инструмент. А у тебя он никогда не получится так хорошо как мужчина. Потому что это не твой инструмент. В этом воплощении ты женщина. И поэтому естественно, что желательно использовать Богом данные инструменты по нашей психоэмоциональной сфере. Поэтому. Кроме того, есть дуальные координаты. Да. Причем, что все славянское хорошо, а чужеродное плохо. У меня вот такой стереотип. Вот именно. Это стереотип был. Если он пошагнулся, я считаю, что я выкладывал свою задачу. То есть критерий нет получать? Критерий тебе необходимо сформировать самостоятельно. Взрастить внутренне на уровне сердца. И я не дам тебе готовую схему. Потому что это будет любежья услуга. Если у тебя вот эта устоявшаяся модель. Я хочу, чтобы ты понимал эту устоявшуюся модель привизора. Человеку свойственно все делить на черное и белое. Хотя, если посмотреть вокруг, человек увидит по лицу самых разных красок. Но почему-то человек по-третьему делит все на черное и белое. И дальше ему свойственно черное и белое или психоэмоциональное оценка. Плохо. Хорошо. Вот эта психоэмоциональная оценка дальше перекладывается на конкретные жизненные образы. Например, славянская. Хорошо. Чужеродная. Плохо. Хотя, если вы посмотрите, например, кинематограф. Западный и отечественный. То сегодня я вам хочу сказать, что очень много полезного встречается в западном кинематографе. В отличие от отечественного. А как частота выглядит? Частота вибрация это диагностика, это проверка на уровне... Это не называется чувство знания. Этот навык, это чувство знания, на самом деле это просто, по-русски говоря, вот если все привести к простому напоминаю, это чуткость. Но чуткость включается тогда, когда человек выключает предубеждение. Вот человек выключает предубеждение и выключает внутренний процесс. Он как бы сливается с ситуацией и начинает наблюдать за своими ощущениями без предвзятости. И вот тогда он начинает что-то чувствовать. Это навык, который взращивается в процессе практики. Самое главное здесь отключить эмоции. Как только человек начинает эмоционировать, для женщины это труднее, но как только человек начинает эмоционировать, у него отключается и логика, и чувственное восприятие. То есть и структурно-логическое, и включенное лечение, и чувственное восприятие. Когда человек фонтанирует эмоции, он не сможет докопаться до правды, не сможет прочувствовать, не сможет выявить. Поэтому он искренне советует, переставая жить в дуальных координатах хорошо-плохо. Есть более высокочастотные образы, есть менее высокочастотные образы. Как и добро, и зло оно существует, но оно не... оно ситуативно, как можно сказать. То есть сейчас мы стоим на этих позициях. На этих позициях. И более грубые, низкочастотные образы, например, в дискотеке, для нас это низкочастотные вибрации, и это появление невежества. Поэтому вон то, условно говоря, зло, условно. Сейчас вот есть текущая ситуация, это данность. И, например, желаемый образ, к которому мы стремимся, это добро. Но, если мы поднимемся на две ступинки выше, я так буду привести пример. Вот мы берем лестницу духовного роста. Вот у нас эти текущие положения, текущее состояние. И то, что более высокочастотное, мы это воспринимаем как добро. А то, что более низкочастотное, воспринимаем как зло. То, что более низкочастотное, воспринимем как зло. Но, стоит нам стать на две ступинки выше, как то, что мы воспринимаем сейчас как добро, для нас превратиться в низкочастотный образ. Потому что есть еще более высокочастотный образ. И так бесконечно. Получается, что уже на две ступинки выше находясь, то, что раньше было добро, и то сейчас. А когда станем на две ступеньки выше, то, что раньше было добро, для нас преведет в категорию уже низкочастотного. А более высокочастотного образа станет добро. Поэтому добро и зло – вещь относительная. Но она относительная технического человеческого статуса. Поэтому необходимо работать на повышение частоты своих вибраций. Раскрытие сердца приводит к раскрытию чувства знания. И это не такая абстракция, как кажется. Это максимальная конкретика. Дальше. Я все-таки хочу вернуться к вопросу. Я вкратце хотел бы просто понять твой взгляд. Если вот в терминах сегодняшнего – державность, человек сам идет в негрегриальный путь развития. И вот в реклекциях еще есть рекомендация всегда задавать вопрос, в чем мы едины, чтобы идти на встречу. У меня вопрос следующий. Как можно человеку, ведущему духовным путем развития, избавления от своего негатива, противостоять? Даже допустим, что это качель, и мы стоим в середине состояния державности. Но качель-то болтает хорошо. Это качель можно назвать даже всю планету нашей Земли. Просто твои видения. Каким образом люди, не объединяющиеся сознательно, не создающие эгрегора своего, ведущие путем духовного развития. Просто как в материальном плане, когда идут процессы выжигания этого негатива, глобальные такие вот, остаться, условно, просто выжить, да? Потому что это вот это просто. Такое ощущение, что мир должен разложиться на какие-то параллельные реальности, чтобы вот выжечь тот, кто не идет курить спайсы, и все равно они тоже больные боги. Так и те, кто идут, скажем, вперед в развитие. И процессы для всех одинаковые глобальные. Как эти вещи, по-твоему, смогут совместиться на одной планете, при том, одни и другие, не только у них, вот так сказать. Я помню, благодарю. Очень точно, если вопрос задан правильно, в нем заложен ответ. И вот в твоем вопросе заложен ничего, что на ответ. В твоем вопросе заложен ответ. Расслоение реальности. Дело в том, что вы все слышали выражение, что каждый из нас является богом или богиней. Так? А вопрос, богом или богиней, чего? Ответ. Реальности. Дело в том, что каждый из нас живет в своей психической реальности. Психика не где-то внутри каждого из нас. Психика во мне. Она снаружи. И она не имеет материального тела проявления, но мы увидим ее проявления во вне. Помните, мы видим отраженные миры. перед Всевышним, перед вашим родом, перед Рампой, перед предками. За то, какими образами мы наполняем свою реальность. Поэтому действительно происходит расслоение реальности. Более того, сейчас это очень ярко проявлено в виде гипертрофированного субъективизма восприятия. Два человека, побывав на одном и том же мероприятии, рассказывают совершенно диаметрально противоположные картины. Потому что каждый живет в своей реальности. И это расслоение реальности сейчас идет в полном порядке. Ответ здесь достаточно простой. Каждый наполняет свою реальность теми образами, которыми живет. А грань между тонким миром и физическим миром утончается. В результате чего мысли влияют на нашу жизнь более скрепительно. Те люди, кто живут в деструктивных мыслях, они наполняют свою реальность деструктивными образами. В результате чего достаточно быстро уходят из жизни. Или сами себя пережигают, или их леди-хранители, хранители разок ставят их в такие измененные условия, что они вынуждены начать, оттолкнувшись от унизов, в котором оказались, начать восхождение по высоким мирам. Восхождение, то есть наполнять, перемагничивать, перенастраивать свою психическую реальность, перенастраивать ее на более высокий свет главы. А что касается того, как выжить во всем этом. Есть самая мощная сила во вселенной. Она в ней вибриальная. Это другое. Это прерогатива, это оружие, можно так сказать. Это оружие тех, у кого раскрыто сердце. И поэтому человеку необходимо просто раскрывать свое сердце. Есть универсальная магическая техника. Это техника посылания потока любви туда, где есть трудности. В отличие от всех остальных магических техник, эта техника не требует запроса и не является нарушением закона свободы выбора. Если вы своим недоброжелателям посылаете поток божественного света от сердца к сердцу, приставляете себе ниточку, вот этот канал, и по этому каналу пускаете любовь, входите в это состояние, вы не нарушаете закон свободы выбора по отношению к этому человеку. Помните, да, на любую магическую технику нужен запрос. Во всем случаях, кроме любви. Любовь нужно посылать без запроса. А это очень действенная магическая техника. Поэтому я бы советовал, понятное дело, что даже если бы вопрос развернут, это очень долго, но если ограничиться каким-то, если локализовать все это, я бы советовал использовать любовь. Потому что любовь – это инструмент гармонизации. В этом плане мне очень нравится числовидение и нумерология. Дело в том, что число победы по нумерологии – это восемь. Восемь – это число победы. Вы даже вспоминайте, победа в Великой Отечественной войне произошла в Восьмого мая на самом деле. А делятором мая был ограничен общенародным правилом. Но восемь – это число победы. А восемь – какой буквице мы запишем? Вспоминайте, кто с буквицей работал. Или не работали вообще? Нет. ИЖ. Восемь у нас обозначается буквицей ИЖ. Вы помните, что раньше цифры записывали в нормах. Это ИЖ. А образ буквицы ИЖ мы завтра в этом подъем – это баланс и гармония равновесия. Соединяем два этих образа, что мы получаем? Победа по-складянски – это гармонизация. Выравнивание баланса, выравнивание равновесия. То есть победа – это не тогда, когда мы растоптали нашего врага в плух и прах и добили его. Нет. Победа – это тогда, когда мы сгармонизировали. Сгармонизировали – значит, победем. А ничто так не гармонизирует, как сила любви. Поэтому как раз и есть этот важный образ – необходимо раскрывать в себе сердце. И тогда, как раз, если человек является источником любви, или транслятор любви, или является источником любви, из луны, или уже солнечный режим, то в таком случае жизни его будет труднее, да. Больше испытаний будет. Но, тем не менее, человеку, чем больше испытаний, тем большей силы ему дается на прохождение этих испытаний. Любовь – самая мощная, светлая, созидательная сила во Вселенной. И я бы советовал бы ее делать так, взращивать ее здесь. Обратите внимание, что если вернуться к политическим процессам, которые происходят, любовь и там не пахнет. Там работа ведется на совершенно других энергий. А любовь как раз способствует гармонизации линии взаимодействия. В том числе, любовь способна отогнать любые негативные проявления, которые есть, и трансформировать их. Любовь не только отодвигает враг, но она еще и трансформирует невежественные проявления в свет. Потому, действительно, во всех духовных учениях планеты заложен посыл любить. Любить, причем не любить кого-то или за что-то. Или весьма специфическое представление о том, что человек любит какую-то еду, например. То есть, это несколько забавно звучит. А человеку необходимо любить по-божественному. В чем отличие божественного проявления любви от человеческого? Человек любит векторно. То есть, кого-то или что-то. А вот любовь божественную можно сравнить с солнцем. Солнце не светит конкретно каждому человеку, мне, вам, другим людям. Славянам, китайцам, чернокожим. Нет. В Мидгард-Земле или конкретно Плутону в Земле. Нет. Солнце просто пребывает в состоянии светящегося источника. И поэтому самое мощное, что человек может сделать, это превратить себя вот в такое вот солнце. То есть, стать источником любви. Не конкретно векторно, а вообще в целом. Быть источником любви. Сиять этим состоянием. И дальше все остальное уже будет навинчиваться на этом стержне. Это и есть самый первый пункт, с которого мы начинали. Светлее. Светлее это и есть. Соответственно, если человек делает ставку на это, это самая мощная сила мироздания, она и держит вместе все мироздание, энергия лада, куда родится, то естественно, что выше этой силы ничего нет. Уже дальше можно помимо этого использовать что-то еще. Но это проблема. Вот это мой совет. Дальше. Продолжение. Зато, ну ведь я на самом деле, я просто вспомню этот момент, по-моему, первое, будем говорить, что казаки раньше были вынуждены воевать, и для того, чтобы не было в этой жизни, они убивали, испытывали его. Вы можете как-то по-конкретнее объяснить? Да, конечно. Ну здесь не то, чтобы по-конкретнее, здесь я могу просто расписаться под этими словами. Есть действие, есть внутреннее отношение к действию. Это не одно и то же. Наше отношение к действию определяет высоту вибраций, на которых осуществляется действие. И не только само действие, но и наше внутреннее отношение, то есть энергоинформационное наполнение содержания любого действия, а действие в данном случае является формой, определяет кармические посредства. Действительно, чтобы человек не делал, если он делает это с любовью, то в таком случае степень накормки, если и есть, то она меньше. Чем больше силы любви, тем меньше накормки. Даже если человек осуществляет, ну, конечно, вынужденное убийство, как, например, на войне, это, конечно, сложно. Поверьте правильно, здесь я... Мне бы не хотелось говорить о философии воинской, хотя бы потому, что я не был на войне. И я не являюсь сторонником того, чтобы те люди, кто на войне не побывал, пусть даже они и могут обладать какую-то любовь, или страсти к оружию, или к боевым техникам, где я не был. Если человек на войне не был, то это все равно превращается в пустое теоретизирование. Но если брать по Ведам, то действительно есть такое мнение, что человек, который в состоянии любви и сострадания, осуществляя от защиты Отечества, не щадя жизни в городах, то в таком случае накормки у него нет. Но он должен быть сосредоточен на служении Ведов. Об этом говорится действительно так, что формула сосредоточить свое сознание на Всевышнем и исполнять свой долг. Да. Хотя, мы можем сказать так, ни разу на данный момент не встречал ветерана войны, кто сумел бы реализовать эту философию на практике. Именно по этой причине они и не любят разговаривать на тему войны. А в основном на тему войны говорят те, кто порох на внутрь. И в том числе и казаки, которые, ну скажем так, дай Бог желаю им возродиться, но на данный момент они пребывают в режиме скультуры, где они научились красиво одеваться, красиво махать шашкой, восхищая впечатлительных женщин, но не реализуя самой внутренней сокровенной сути казачества. И поэтому так называют реаживание. Поэтому все то, что сейчас говорится, это по сути идет ретрансляция образа из Венды, но насколько это получается применить реально в бою, реально в боевых условиях, в боевых действиях, сразу хочу сказать, не знаю, затрудняюсь, не встречал ни одного человека, кто прошел бы войну и сумел бы реализовать эту философию. Так, давайте дальше. Ага. Значит, до этого 29 регион по нумерологии, а для... Ну да, число кармического воздаяния, так понятно. Ага. Как-то немножко расширить, ну интересный вопрос, зачем здесь? Я понял. Число 29, это ваш автомобильный регион, число 29, это действительно число кармического воздаяния. И есть две, два небесных объекта в астрологии, которые обуславливают кармически обусловленные ограничения. Это Сатурн, то есть Землявский Бога, период обращения которой 29 лет. И Черная Луна, период обращения 29 лет. То есть, как раз 29-29 выдержанные дамы. Дело в том, что парадокс, но одни из тех сил, которые осуществляют кармическое воздаяние, есть такое понятие в эзотерических учениях, кармический совет. Может быть, слышали такое понятие, кармический совет. Это определенная категория духовных существ, которые определяют, ну можно сказать, они действуют совместно с... Это силы подвластные, можно сказать, которые взаимодействуют с богиней Макошью и дочерьми долей едой. Говоря вот таким вот образом. То есть, кармический совет, можно сказать, определяет, кому, как и в какой форме будет отпущено кармическое воздаяние, исходя из того, что человеком было накормлено в прошлом получении. Парадокс в том, что этот кармический совет, он наиболее близок к миру Орлевов или Архангелов. А у вас название города Архангельск и 29-й автомобильный переговор. Понимаете? То есть, этот момент, он очень интересен. И сколько бы не наблюдал вот этих «случайно» в кавычках числовых закономерностей, можно вспомнить, что случайность – это не особенно закономерность. Когда человек начинает нумерологически что-то считывать, то в таком случае он уже получает выявление того, что другие люди воспримут как случайность, и он уже увидит в эту закономерность. И для него хаотичность мира начинает превращаться в упорядочность, где он считывает закономерности тенденций. И могу вам сказать, что сколько бы не смотрел автомобильные номера разных регионов, поскольку путешествую по России достаточно активно, то могу вам сказать, что везде есть свои закономерности. Поэтому, так называемый генератор случайных чисел, а вы знаете, что автор регион устанавливает робот в алфавитном порядке, то сколько бы ни было, сколько бы, как бы, кто ни что ни показывал, но на генератор случайных чисел можно повлиять. Даже проводились исследования по этому поводу, когда генератор случайных чисел, помните? Ноль, один, один, ноль, 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 один, вот когда он в случайном порядке, одно из двух возможностей. При воздействии мощного парапсихолога, который переходит в трансовое состояние, генератор случайных чисел начинает выдавать одно и то же число постоянно. Один, 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 один. В сумке было загипнотизировано. Дальше снимает установку, и дальше снова начинается сопровождение. То есть, так называемая цепь случайностей подвержена психическому воздействию со стороны человека, или, как говорится, парапсихология, воздействию психокинеза. Поэтому, могу вам сказать, что не просто так, у вас 29 авторегион, Архангельск, и мне 29 лет, поэтому приехал сюда. Хорошо, что у него 29 лунный день, иначе это было бы вообще интересно, вообще ледяное. Но тем не менее. Проложение в будущем, да? Да. Ну, вот есть такое написание, это и полославие осталось, что они восстанавливали храм и колледж, на местах капищ, это пересы. У нас тут регион раньше так изучал, от Палмогорда, 33 никого. То есть, у нас там, что раньше регион был 33, тем более, что автомобильные регионы, как таковые, начали появляться действительно недавно. Это можно проследить, в том числе исторически, потому что автомобили, как таковые, появились всего ничего назад. Это можно отследить. Но здесь скорее не то, что раньше было 33, а стало 29 на уровне одного образа, допустим, авторегионов. Не исключено, что у нас изначально было 29, хотя я не знаю, надо посмотреть в советское время, как это было. А вот, если брать в целом закономерность, то действительно, как там было сказано, от Палмогора до Пола, это бывшая столица, 33 никого. 33 никого, совершенно верно. 33 ключ и мудрость. Николай, совершенно верно, это, ну, скорее, образ Святого Николая, он обобрал себя как образ Белеса, так и образ Калиды. Обратите внимание, день Святого Николая, он близок к Калиды. А Николай, или, если мы берем Николая, называют сегодня Коля, Коля Каляда. Поэтому у Николая и Каляда вот эти образы тоже, между собой и сочином диске, это так, вот, небольшая подсказка на юридическом благословии. Так, действительно, вы можете наблюдать арифметическое действие вашего региона, 33 минус 4 равно 29. А вот, что это такое, это уже дальше разворачиваете, учитывая и нумерологические, и числовые закономерности. И, естественно, я уверен, что очень многое здесь получится подключить. И очень многое получится извлечь. Во всяком случае, в других городах, когда люди применяли нумерологию числовидения для извлечения вот таких вот закономерностей, как сейчас были озвучены, они вот что-то новое, они могли настроиться на какую-то тенденцию, на какой-то процесс, который, тонкоматериальный, который нашел свое выражение в изменении числовых кодов и числовых закономерностей. Это все называется сакрализация пространства. У нас в общейной школе это все дело изучается и изучается уже на протяжении достаточно большого периода времени. И если у нас здесь с вами будет открыт филиал общейной школы, например, то в таком случае все это шаг за шагом постепенно будет раскрываться. И более того, мы с вами сможем уже совместно разобрать особенности вашего региона. потому что каждый регион настолько самобытный, настолько глубокий, настолько таинственный в России, что иной раз мне кажется, что Россия укладывает несколько планет. Знаете, как шутка Россия это континент, который маскируется под страну? Мне кажется, что это не континент, некоторое время кажется, это целая солнечная система, которая маскируется под страну. На самом деле, поезд изъезжает по вратам между мирами и оказывается на другой планете. Настолько Россия разная. И вот эту разницу необходимо использовать для отугощения. В том числе и на уровне считывания только материальной конденции. И я уверен, что я там получше все сделаю. Вот если будет у вас на то желание и возможности. Так, еще вопросы? Что-то вы все какие-то грустные. Почему-то так вот. Я вижу. У вас вопрос такой. Почему-то истечение обстоятельств к этому все идет. Что сейчас еще будет в субботу, в воскресенье семинар. Тоже до 7 часов. То по руссконародной пляске, там по музею, что-то в этом плане. И получилось так, что все в 19 заканчивают. А в 19.30 у нас родилась такая идея. В клубе Богатырь правило сделать не то чтобы медитацию, но настроиться на связь с Вселенной. И задать вопрос такой. А что мы можем сделать, сейчас для улучшения будущего, своего, для улучшения будущей страны. Алексей, там, руководитель сказал не против. Это я им эту нотку вставил туда. В общем, если будет желание, то по большому счету можно успеть. Ну а там уже можно попить, чаю попить и немножко даже снять напряжение. Да, благодарю вас. Здесь благодарю за оказанное доверие. Это действительно честь, когда приглашаются на подобные мероприятия, потому что, когда речь идет о магии, это очень сокровенно. И поэтому подобное приглашение обычно показывает степень доверия к тому, кого приглашают. Поэтому я благодарю за это предложение. И естественно, что рассмотрим этот вариант. Но посмотрим по самочувствию, какое будет после занятия. Потому что, сразу хочу сказать, буквы, это непростое направление. Так что готовьтесь, будет жарко. Все, кто придут за занятие, готовьтесь, будет жарко. И, может быть, чтобы не было перебора, есть мысль немножечко... То есть, почувствуем по самочувствию того нашего процесса, который будет. И по сути, у тех людей, кто будет вовлечен в этот процесс завтра. Но еще раз благодарю. И это действительно показатель высокого доверия. Ну что ж, если все... А, да, конечно. Было созвучие на созвучии с заряжаниями формы, о том, что сейчас нам вместе не привлекают заряжания из различных форм. Ну, вы должны понимать, да, этот вопрос? По конечной методе все равно формы заряжания должны совпасть. Они связаны, правильно? Не могут совпасть красные икру. Они из разных категорий. Они не то чтобы должны совпасть, они скорее... Вот можно сказать так. Проще будет дать ответ на этот вопрос простой аналогии. Вот мы берем конфету, это содержательная часть, и берем фантик. Это формальная часть. Форма. Оберт. Здорово, что есть фантик. Почему? Иначе, представляете, сколько бы всего наликало конфету, если бы на ней не было фантика, и она бы с этапа, как она от завода до нашего рта, сколько бы всего на нее наликало. Задача формы сохранить содержание. Сохранить. Но когда нам нужно съесть конфету, мы с благодарностью, а иной раз даже не обращая внимания, разворачиваем, отделяем содержание от формы, и форма, обертка, она идет в мусорную. Во всех случаях, за исключением того, когда человек коллекционирует фантики. То же самое на уровне того, что здесь. Задача формы – донести информацию, донести знание. Но когда мы начинаем распаковывать это знание, то это подобно тому, что мы разворачиваем форму, отделяем форму и извлекаем чистое содержание. То есть чистую энергию и информацию. Вот тогда человек начинает черпать знание из глубин себя. И большая часть знаний, я вам хочу сказать так, то, что сейчас я вам скажу, многие с этим не согласятся, а противники славянства могут даже сказать, ага, мы же говорили, что вот так и есть. Большая часть информации славянского мира – это новое дело. И я вам объясню, почему. Потому что самый главный источник знаний, который есть в лавянском мире, это внутренний мир каждого человека, его кинетическая память. А как распаковывать кинетическую память? Через озарение, через работу в потоке, через глубокий сокровенный процесс, когда человек начинает погружаться, ему начинают приходить возле образа, озарение за озарением. И он начинает их либо проговаривать, либо на диктофон, либо начинает выписывать при жеме автоматического письма. Это то же самое, что названо в других духовных учениях ченнелингом или инсайдом. Сами по себе два слова, они низкочистотные. Ченнелинг – это канализация. Ну, ченнел – канал, ченнелинг – канализация. Ну, шутка, конечно, но это русское свободное название, этих двух громоздких слов, ченнелинг и инсайд, это работа в потоке. И люди, начиная, устремившись к своим истокам, ведь исток там в глубинах у нас находится, Бог-то внутри нас, а Бог – это исток. Соответственно, исток у Бога. Поэтому человек обращается в взор внутрь себя. И как раз устремляя свой взор внутрь себя, он начинает распаковывать эти знания, которые приходят ему как озарение. Он начинает эти озарения применять на практике и сама жизнь подсказывает ему, где он что считал прямо, а где что считал прямо. Но поскольку люди устремились к истоку массового последние два десятилетия, то, естественно, что большая часть извлеченных знаний была извлечена в последние два десятилетия. Поэтому действительно подавляющая часть знаний славянского мира сегодня, с точки зрения хронологии, это ново дело. Но только, говоря их языком, ново считано. Так можно сказать. То есть оно было считано в современной нашей жизни. И надо этот момент... Другое дело, что когда людям что-то в потоке приходит, они-то пытаются выдать за древние знания, это уже нечестно. Это действительно нечестно. Потому что одно дело, хранители, которые доносили древние знания, у нас по церкви ученической преемственности, как говорят, на Востоке парамбар, и совсем другое дело, когда человек что-то сочетал и выдает это за древние знания. Это не древние. Это знания, которые были рассчитаны из глубины в себя. Или можно сказать, что леди, хранители, ангелы, архангелы как раз помогли человеку все это дело сочетать. В таком случае это будет честно. То есть это знание новое. Хорошо забытое старое, оно ушло просто в генетическую память, там активировалось, а сейчас оно распаковывается и приходит на уровень озарения сейчас, в современности. Поэтому, действительно, с одной стороны, славянский мир является продолжением ведического мира того, который был в дохристианские времена, а с другой стороны, это что-то принципиально новое. А вот, что такое славянский мир? Говорили про разные реальности, про расславиные реальности. Вот кто что в славянском мире захочет увидеть, тот, кто и увидит, что он привнесет в эту обществу, так он эту обществу будет воспринимать. На самом деле, славянский мир, который каждый из нас взращивает. Это взаимодействие реальности богов-творцов. Вот что такое славянское. И надо помнить, что за то, как именно мы творим на эту реальность, и каким образом наполнять, мы не все равно близки. Ага. Андрей, вы можете пояснить, что сейчас происходит в создательном жилище? Могом, его нет. Почему? Ну, это долгая история, но обучение очное прекратилось еще в сентябре четвертого года, когда терем был сожжен, когда был сожжен в храм. Причем он был сожжен напалм, и поэтому даже когда приехали пожарные, они сами сказали, что они не смогут потушить, а в деревянной стране надо ждать, пока напалм прогореть. Потому что он имеет химическую основу. После этого обучение очное прекратилось, но еще собирались заочников. И заочников, которые обучались по видеокусам, собирались вплоть до лета тринадцатого года. Летом тринадцатого года, как раз последний год, когда собирались заочников, я успел туда приехать и сдать экзамены за первый год. Летом четырнадцатого года уже никого не собирали. Потому что там постоянно шли вот эти судебные разбирательства, судебные волокиты, и в итоге сейчас это все привело к тому, что на данный момент Асгардское духовное училище не функционирует. Будет ли оно функционировать дальше или не будет, если будет, то как, в какой форме. Сразу хочу сказать, это не моя компетенция и нам остается только мысленно поддерживать, мысленно запускать вот эти намерения на то, чтобы оно возродилось. Но пока, так как если трезво осмыслять ситуацию, анализировать, то я не вижу никаких предпосылок, чтобы оно возродилось в той птике, в котором оно было. Потому что сейчас отец Александр выдает свою фантастику, вы знаете, Джаре, и он там дозакладывает те образы, которые не успел выдать в Асгардском духовном училище. Это, обратите внимание, он заменил одну форму, другой. Опять же, формальный элемент. То есть, так же, как в начале 90-х годов, может быть, помните, отец Александра тоже был известен и так парапсиколог, в том числе. И у меня есть конспекты его материалов в 90-х годах, когда 90-91-го года те, кто посещали центр, парапсихологический центр Джива, который он создал в то время в Омске, и там очень много исторического, но постоянно ворачивается этот элемент старой веры, но причем так очень умело. Поэтому отец Александр умеет зажонглировать отвертками, и, собственно, у него его способность зажонглировать разными оберудками ради содержания, ради сохранения содержания, и натянутолкнуло меня на мысль, которую я сейчас вам, собственно, и назначил. Но будет ли возрождено Асгарское училище или нет, это вопрос с жарицами, хранителями, потому что Асгарское духовное училище это их инициатива, это их пятище. И поэтому только они смогут его каким-то образом восстановить. Поскольку я не имею никаких связей с жарицами, и то, что я делаю, это моя частная инициатива, сразу же сказать, никто меня не уполномочил на это, это моя частная инициатива, и поэтому я не могу дать ответ на этот вопрос. Но в нашей компетенции создавать школы, не училища, а школы, это, сами помните, школы, училища, университеты, институты, академии, это разные уровни капитана. Если мы берем духовное училище, это одно, то, конечно, это жилический уровень. Но для того, чтобы делиться уже имеющими свои знаниями, можно создавать общинные школы. Более того, я был абсолютно уверен, что каждая община в период своего становления создает общинную школу. Мы были в этом абсолютно уверены, когда с моим другом создавали общинную школу Рассветсвара в Синтрополь. Она представляла собой курс лекций, где осуществлялась передача того знания, которое было получено в Росгарском духовном училище, а дальше и других источников, когда шло уже сведение разных систем знаний. Но я был удивлен, когда узнал, что, оказывается, общины не были заинтересованы созданием образовательного ячейки. Общины в основном занимались исповедованием чего-то, но не изучением. То есть больше пошли по религиозному стандарту. И вот только сейчас наблюдается массовая тенденция создания духовно-образовательных центров, проектов, которые есть. И они в последние несколько лет. И эта светлая тенденция, которая получилась в Севсоресной области, медическое образование. Импульс был дан в Азгарском духовном училище. Но наша задача этот импульс продолжить, сохраняя глубокое внутреннее отношение к Азгарскому духовному училищу, на которое мы всегда можем ориентироваться как на камердом в случае, если наш инструмент уже расстроится. Теперь сейчас тихоньку приоткрывается тот, какой мощь наши предки. Громный мощь, да? И какая-то огромная территория усилия с вами. И получается так, что эта мощь потеряна. А наши предки это и есть мы с тобой в прошлом подключении. Мы это понимаем. Какие мы с тобой ошибки совершили в прошлом потеряли помощь? Да, благодарю за вопрос. Как здесь свои? Нет, в общем, как? Я понял. Благодарю за вопрос. Есть свои ошибки. А я ошибки нации и народы. Я понял. Благодарю за вопрос. Вопрос, кстати, это очень важный. Этот вопрос лежит во времена Антлайна Атлантида. Самая главная ошибка, которая была допущена нашими предками, из-за чего происходит расплепывание всего этого, это то, что наши предки не смогли остановить Атлантиду. Вот это самая главная ошибка. То есть, я объясню, о чем идет речь. Наши предки действительно занимали северное окружение до Атлантических времен. Ну, имеется в виду времена до потока. И эта информация у нас глубокий эзотерический характер и она дублируется в разных духовных учениях, как классической эзотерике, так и тех знаниях, которые как инсайд, как считанные. Часть древней цивилизации, которая откололась от кипербореи, то есть от Дарии, от Рассейни, от Арианы, как угодно называйте, они пошли другим путем. Они решили путем генетических экспериментов изменить самих себя в лучшую сторону. Если помните, этот образ известен как образ аграпов улучшают те, решили себя генетическим путем улучшить. Но дело в том, что это грубое вмешательство для природы. И более того, инопланетные цивилизации использовали Атлантиду, использовали Амплайн, как генетическую лабораторию создания тел для различных духовных существ, гибридов. Вот эта гибридизация в Атлантиде началась достаточно активно. И вот эти различные формы существ, как получеловек, полухонь, например, или то существо, которое русалкой сегодня называют полуженщину-полурыбой, или другие образы, которые полу что-то одно с другим связаны. Эти образы это все воспоминания о тех генетических экспериментах, которые проводились в Атлантиде. И вот тогда была дана команда нашим предкам, поскольку это грубое вмешательство к ним прибыло, была дана команда нашим летом их остановить. И вот тогда что-то произошло, но что именно, здесь каждому необходимо углубиться внутрь себя и осуществить серьезную сокровенную духовную работу для распаковки своих прошлых воплощений, чтобы дойти до этого цикла, до потопа. Потому что у каждого человека в Сильне живущего было много воплощений, здесь на земле после потопа земли, но были воплощения потопа, с которых очень многое стартовало. И потом оно находило свое отображение в тех или других воплощениях после потопа. Ключевой момент, наши предки не смогли остановить цивилизацию генетической репутации. Вот тогда это привело к тому, что обе эти цивилизации, которые уже практически разделились на две цивилизации, они вступили между собой в войну, в которой не было победителей. В результате пошел потоп, пошло овесенение, ядерная зима, и человечество погибло на 99%. И после этого люди, оставшиеся, выжившие, что наши предки, что Атланты, которые уже были генетически измененными, они уже перемешались между собой. В результате тело человека генетически было искривлено. И вот это генетическое искривление тела, ну, допустим, некоторые его проявления, чтобы понимали, чтобы не было словно. Слово сердце расходит на эти середины. Изначально сердце человека было четко по центру. И только в результате смешения уже с генетически измененными людьми в Атлантиде, вот уже тогда, что с Атлантиды, что с Ариан, люди перемешались между собой, вот тогда у них сердце сдвинулось в одну сторону. В основном подавляющее большинство берегов. Например. эмбриональный период появляется хвост, а потом еще до зарожи хвоста. Вот это все уже результат генетической мутации. То есть тело человека было подкреплено. Более того, тело человека изначально не старело, а стареть оно начало в послепотопные времена уже как результат скрещения. Некоторые формы жизни не стареют. Животные стареют. А вот например деревья не стареют, камни не стареют. Другие процессы происходят. Но старости как-то дряплости решания как-то коровы нет. Потому в целом цивилизация наших предков не смогла остановить цивилизацию, которая пошла путем генетической мутации под заказ инопланетных сеток. И это можно сказать, что это общий итог квинтэсенция суть всех духовных учений что древних, современных, что славянским что нет просто всех духовно-эзотерических учений, которые говорят, которые исследуют и которые хранят свои осколки знаний против генов, против генов, против генов. Это все произошло в 13000 лет. Вот это самое главное накормка. После того гигантского катаклизма, который произошел, естественно, во Вселенную был выброшен серьезный выплеск негатива. И для того, чтобы земля больше не фонила и взяли в карантине. Более того, сейчас во многом ситуация повторяется. Замыкается 13000 лет в церкви, где потомок растений России и потомок Атлантиды Соединенных Штатов между собой взаимодействуют. И вот сейчас прохождением этого урока будет являться недопущение гигантской боли, потому что иначе этот урок повторится и еще на протяжении длительного периода времени земля в карантине останется. Это в общем, а вот уже по частности нужно углубляться в каждом взгляде, потому что в основном практически все, но может быть за очень редким восхищением большинство людей воплощенных северных здесь и сейчас не так или иначе возгладили жиры во время незадолго до потока или же сами переживали непосредственно в момент потока. Андрей, обратите внимание, нет конкретного ответа на вопрос он отсутствует. Есть описание какого-то одного процесса во время 13 тысяч лет назад ты его дал, а конкретно не дал вообще. Ну потому что конкретно у каждого слоя. Самое главное не околновка. Я не оттал конкретно не каждого свою, общую. Общую. Не дал вообще никакого ответа. Самое главное на то, после 13 тысяч лет назад произошли события, когда наши предки восстановили так или иначе в меньшей степени свою мощь влияния. Это восстановление произошло. Все равно произошло. И вот они начали опять повторять ошибки. А, какие-то ошибки начали повторяться. Все, я понял. Дело в том, что наши предки действительно после потопного влияния восстановили часть своей былой мощи. Однако это на высоте былой силы, света и мудрости. Однако по сравнению с тем, что было допотопное водяна, это, скажем так, не сила. И то, что они потеряли, это было результатом запуска термически обусловленного процесса. То есть, объясню, в чем дело. Накормовка произошла перед гиглевой атлантики. То есть, во времена атлантилизации тогда произошла серьезная накормовка нашей цивилизации. За эту накормовку нужно было проекватить процесс термического развязывания с этой глупы. И этого было не избежать. То есть, накормовка есть, значит, нужно развязывать, нужно отрабатывать. И вот в результате запуска процесса отработки кармы наши предки и потеряли ту мощь, которую смогли восстановить после потокного времени. То есть, это не то, что они ошиблись, они прекрасно понимали, что это произойдет. Именно поэтому христианство сильное сопротивление не оказывалось. А многие волхвы в христианство пошли и перенастроили его на режим подработки коровки. То есть, на режим поколения. Русские святые как раз действуют из нашего подвижника. Поэтому в послепотопное время сильной накормовки, как покорование было, просто запустился процесс раскормовки того, что было накормовано ранее, что теряли единство и взаимопомощь. Вот четко почему идет в тяже. У нас же скорее было следствием уже. Да, это было следствием того, что предшествовало наступлению вот этого темного времени. Сразу хочу уточнить, понятие темное время есть более крупные циклы, есть более мелкие циклы. Более крупные циклы. Ночь Сварага, которая длится на протяжении 13 тысяч лет. Более локальный цикл 1620 лет. И вот сейчас у нас заканчиваются оба цикла. И та ночь Сварага, которая началась с гибелью Анфлана Аплатиды на протяжении 13 тысяч лет назад, и период эпохи Лисы, которая тоже Сварага, которая длится 1620 лет. И то, и другое. Это можно отобразить сход примерно следующим образом. Вот у нас идет 13 тысяч летний цикл Ночь Сварага. И вот у нас идет эпоха Лисы, как Ночь Сварага. И вот здесь оно все совместно заканчивается. Вот этот период это и есть период отработки кармы того, что было заработано до поток времена. Вот здесь когда это была Анфлана Аплатиды. Поэтому наши предки прекрасно понимали, что будет вот этот период, когда медическое наследие уйдет, когда оно будет соберут. И они прекрасно знали, это и были к этому готовы, благодаря чему они смогли сохранить знание. И все самое ценное было сохранено только в сактивированном виде. Процесс христианизации было невозможно избежать, и наши предки об этом знали. Более того, те пророчества, которые в славянском мире хранятся, они как раз и говорят о неизбежности этого процесса. Не о том, что оно гипотетически может быть, поэтому сопротивляется, а они говорили о том, что неизбежно. А почему неизбежно? Потому что если есть накормовка, будет такие расформовки. да, а вот вы же сказали, исходя от того, как бы чей вот с веной эти события предначертано и человек не может повлиять на их источник. То есть он может как бы изменить свое отношение к этому событию, но само событие оно все равно произойдет. Не совсем. Некоторые события действительно обусловлены судьбой. То есть это судьбоносные моменты, они обусловлены кармически. Хочет человек, не хочет, они произойдут. Все, что за пределами кармически обусловленных факторов, человек моделирует самостоятельно. Поэтому можно сказать, что есть узловые точки, определенные узловые точки, которых не избежать. И действительно человек только своим реагированием, своим внутренним отношением и внешними действиями проходит эти уроки и развязывает. То есть, все остальное, ты человек моделирует себе самостоятельно. Можно сказать так, чем меньше накормовал в прошлом, тем большее здесь способность настоящей, тем большее возможность моделирования событий настоящей. Это если я сказал. Можно привести к другую аналогию, что есть уроки, которые по программе учащихся должны пройти. Но как они будут проходить эти уроки, это зависит уже непосредственно от самих учащихся. Поэтому в данном случае и да, и нет. Правильное обосуждение. И так, и так. То есть, человек в целом творит свою жизнь и в его возможностях моделировать собственную жизнь. Однако есть кармически обусловленные моменты, которые нужно прорабатывать. Но как человек будет их прорабатывать, с какой реакцией, с каким отношением и через какие действия, это тоже его выбор. Но есть узловые моменты, которые не нужны. Вот уже тем, где вопрос, как рассвет, сварабель, это всего лишь возможность восходить в цивилизации, или это объективная вещь, которая, словно говоря, всех всех допустим в течение? Это скорее неизбежность. Это неизбежность. И вопрос в том, кто как в этой неизбежности себя найдет. Если человек не захочет в направлении двигаться, не захочет повышать свою частоту вибрации, он просто сгорит. Внешним проявлением этого будет являться то, что люди будут упадить с физического плана. А поскольку наша задача сохранить цивилизацию, сохранить человечество, человечеству нужно стать лучше, чтобы выжить. Это объективная данность. И поэтому это не то, чтобы возможность. Это скорее обозначение неизбежности духовной эволюции. А вот другое дело, что не все человечество захочет менять, и некоторые предпочтут просто уйти. И по закону свободы выбора, духовные существа, покровительствующие нам, то есть ангелы, леди, архангелы, орлей, они просто не смогут ничего предпринять. Потому что люди сами примут решение уходить и не меняться. В данном случае гибкость, способность к адаптации и способность к самосовершенствованию, это ключевая слова выживания в нынешних конденсиях, в целом общества. А вот эти узловые точки, их как-то прочитать можно? Можно, конечно, но это проблематично в режиме вопрос-ответ дать ответ на вопрос, как это сделать. Это и нумерологически просчитывается, и астрологически просчитывается, и другими механизмами просчитывается, когда человек погружается внутрь себя, в глубины себя. То есть это все можно сделать, более того, это нужно делать. Но дело в том, что никогда человеку не получится все подогнать под какие-то математические модели, будь то нумерологические или астрологические. Он может примерно нащупать, примерно нащупать нечто. Но что это будет, все равно будет какой-то элемент непознанного во всем этом. Какие бы инструменты человек не применял. Потому что дело в том, что для отработки кармы иногда нужно, чтобы какой-то фактор ворвался в жизнь человека внезапно. Внезапно. Это кармически обусловлено. Поэтому какие инструменты он не применял, он не сможет стопроцентно просчитать, где это и что будет. Это, то есть что-то может просчитать, но в основном нет. Поэтому можно лишь примерно нащупать что-либо. С помощью как раз вот таких вот средств. Астрология с этим справляется неплохо, но мировология с этим справляется неплохо. Но это надо, задача, не в рамках вопросов, ответ разворачивать. Ответ на этот вопрос. Да. Совершенно верно. Он меняется и более того, чем дальше, с каждым последующим годом, астрология будет все больше меняться. Более того, она будет все больше меняться и все меньше она будет работать. Это объясняется просто. Что такое чакры человека? Это энергоцентры. Это энергоцентры, но у человека чакры сегодня находятся по сравнению с тем, какими они были в подобные времена. Они спят практически полностью. Они работают на жалкие крови 1%. Поэтому у человека из-за нехватки энергии, по сравнению с эталонным образом, каким человек был до потопа, ему приходится черпать энергию из других источников. В основном это астрологические источники. То есть речь идет про небесные объекты. Чертоги, созвездия, земли, луны. То есть небесные объекты. Человек запитывается от небесных объектов энергетически. Но вместе с этим энергетически он впитывает в себя информационную составляющую. От этих взглядов. Потому чем больше у человека запечатаны чакры, тем больше на него влияние астрологии. Это формула. Сейчас люди в рамках этого вектора, помните, светлее, мудрее, сильнее. Вот как раз пункт сильнее. Он во многом дееспособность человека зависит от степени раскрытия чакры. Сейчас чакры будут раскрываться в людях и они уже раскрываются. Этот процесс пока не так сильно заметен, но он будет заметен на контрасте, допустим, лет может быть через 10. Когда люди посмотрят и сравняют текущую дееспособность на тот момент лет через 10 с тем, что было сейчас или еще раньше. Лет 15 назад по сравнению применимо к тому времени, как мы говорим. И чем больше у человека раскрыты чакры, тем меньше у него необходимость запитываться от звезд. А чем меньше у него необходимости запитываться от звезд, тем меньше он будет впитывать информационную составляющую. А астрология – это наука, которая изучает информационную составляющую влияния. То есть человек, раз запитывается силой звезды или небесного объекта, будет готов и следовать тому информационному содержанием, которое там прописывается. То есть человек заряжается, в этом плане он увеличивает свою дееспособность, но при этом на него оказывает информационное влияние то или другое небесное светило. Астрология изучает это влияние. С каждым годом это влияние будет все меньше. Соответственно и астрология будет все больше давать предельно общий коридор. Но человек все равно сможет с каждым последующим годом, благодаря раскрытости своих чакр, сможет все больше выходить из-под влияния звезд. Звезды будут оказывать фон, но следовать ли этому фону или следовать своему пути, человек будет выбирать самостоятельно. И чем дальше, тем больше он будет следовать своему пути. Тем меньше у него будет желания следовать так, как диктуют звезды. Потому что это, как правило, инстинктивное желание, которое идет к каким-то сискотсознанию. Поэтому на данный момент астрология является рабочим инструментом, по-прежнему рабочим. Да, есть тенденции. Эта тенденция будет идти по нарастающей уменьшению влияния силы дееспособности астрологии. Ее вердиктов, так сказать. Но пока еще астрология достаточно сильная. И в ближайшие еще какие-то годы на нее можно ориентироваться, как на науку, которая изучает изоэнергетические тенденции обусловленных звездами. Многорология там обусловлена числом 400. А дальше, с каждым другом, чем дальше, тем меньше. Конечно. В этом плане выбрали. Ну что, друзья, давайте потихонечку будем подводить итоги нашей встречи. Один вопрос. Можно озвучить приблизительно завтрашние вопросы, которые мы будем поднимать. Завтрашнее занятие будет посвящено буквице. Что оно собой представляет? Это изучение светлых основных образов, это изучение телевизорных образов буквиц, это связка буквицы и парапсихологию, как проработка этих образов, путешествие по квадрату 7 на 7, извлечение мировоззренческой информации, путешествие по своему внутреннему миру через буквицу. Вот примерно так. Дальше уже что с этим делать, как это применять, мы это с вами подберем завтра. Потому что буквица не так, как дилемма от жизни, как кажется критикам. Они критикуют ее, потому что не понимают того, как буквицу можно применять. На самом деле буквица это инструмент расширения сознания, глубокой внутренней трансформации глубокого внутреннего преображения. Завтра, я надеюсь, у вас будет возможность соприкоснуться с цехом и понять и ощутить, как именно происходит это внутреннее преображение. Так что готовьтесь, завтра будет жарко. Я благодарю вас за внимание. Искренне рад приехать к вам сюда. Буду рад встретиться с вами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok